давай и мы вроде как в эфире на балду ну у меня пока ничего нету но так или иначе я смотрю что 36 человек сидит и смиренно ждет выхода пьяного артиста из-за занавески знаете который такой типа выйдет такое чего вы кто я вас не звал до ну типа такого в деревенском театре знаете там такая замызганная старая занавеска с прожженными дырками выглядывать дядя саша знаете а дяди саша как бы артист нет даже артистский бомбомжа мнение он дядя саша артисты и он коньячка уже дыря был в гримерке дальше отдел парика клоуна рыжий бакенбарды так зачесал назад а вот и стоит часа покуривает сигаретку такую хуя дальше мы живем в обществе деда дядя саша сейчас перевоплотиться потому что буквально стоит занавески раз хлопнуться короче и знаешь все такие типа хлопают особенно механизатор семена который сидит в первом ряду он же тоже дерябнул там потихоньку нет 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 он похлопал потом побежал этот свернул свернул этот назад все занавески потому что он же механизатор анютку будет тискать когда он декорацию берет а у нее жопа такая мясистая такая белая а прям захотелось туда шафе это есть образ каждый день дядя саша хочет вообще-то сама выпилиться как бы а тут есть возможность сыграть два раза в месяц короче в театре бля ты сейчас пересказал ну конечно своими словами и немного не то что на самом деле происходит но ты пересказал сюжет книжки петрова гриппи вокруг него плюс-минус а там все происходит вот именно вот от этих вот отсылочек знаешь вот когда ты а помните а помните когда в детском саду берешь а и лепишь первый снежок и залепляешь его костюхи а он падает в носом вниз и разбивает себе ебало потом приходит его мама его ставят в угол юшка течет юшка бля я нас или просто помню все эти адские книги найти типа всякого войновича что там писал юзалишковский и так далее я просто я просто пожал эти книги они были найти такие бескомпромиссные одувишь и просто это читал и вот вот всю вот этому хуйню знаешь там взял за мясистую жопу знаете типа засадил свой кровавый член как бы ты такой просто поливать что я нахуй читаю прямо сейчас вы знаете говорится непонятно но весело за я любил всегда вот эти истории когда знаешь вот ничего не происходит ну есть такие книги в которых нихуя не происходит ну то есть вот такой за лайф до на дзен так вот например вот условно довлатов любая его книга любая его книга это не комедия не саду советский свой соблайф это вот да зачем какие-то блять истории иногда довольно такие никакие ну то есть то что могло произойти я помню у него в чемодане по-моему была история про как он пришел на работу он работал там каким-то журналистом что ли к главному редактору ну вот и что-то они с ним разговаривают разговаривают обсуждают какую-то его статью тому то что там надо было что-то поменять что-то там поправить каких-то опять очередных механизаторов добавить там знаешь там про надой и прочее ну вот и в какой-то момент этот редактор что-то поворачивается там потягивается к окну и у него брюки на жопе расходятся ну то есть вот это к нему поворачивается говорит блин ну неудобно как-то а при этом он до этого на него орал знаешь там типа что вот блять твитом могут блин неудобно там у него вот секретаршись женщина не поймет но не могли бы мне брюки зашить что делать зашел ему брюки такой вот слайс оф лайф да то есть это это не смешно это не это никак ну или например страны вспомни творчество ильфа и петрова которые не 12 например их одноэтажную америку я не читал кстати такой фактически путевой дневник ты знаешь это то что сейчас называется travel же жешечка серьезно да да и они такие а вот там вот резина каждый американский город пахнет автомобильной резиной и ты такой да слушай сейчас бы они наверное собирали десятки тысяч просмотров где-нибудь знаешь в инстаграме какой-нибудь харуки мураками нет а руки мураками на самом деле читал почти все мураками вышло 2000 года довольно фантастичных книг у него одни из первых книг это который например какая-нибудь там слушай песню ветра это же по сути блять книга в которой ни хуя не происходит просто ничего нет конфликта нет понимаешь нет конфликта нет драмы но ты блять читаешь эту книгу и такой типа а мне нор я можно прервусь тут отвечу человек в комментариях купил на ebay 2 dualshock 3 при том все 99 с доступных на неподделки вишь милак чувак есть лайфхак с которым я сам сталкивался но то есть это у меня тоже была история я купил в итоге поддержанный третий dualshock его часто продают в магазинах знаешь где обмен игр скажем так и так далее там не проверить что это оригинал вот и короче спокойно покупаешь там такой поюзанный замызганный 3 dualshock а потом солишки покупаешь запчасти ну там типа новый корпус и все проблема решена вот серьезно это самый простой способ то что в любом случае если вы вдруг пришли на эту запись и знаете перематываете такие типа так когда же начала и вот вы домотали когда уже даже лица завтра каста включены вот вроде как они включены да и вот вы короче смотрите на нас такие типа и думаете что за хуйню они там несут про дядю сашу и механизаторов короче дело в том что вообще-то вы смотрите завтра каста один из самых известных подкастов про игры медиа технологии в россии с вами его бессменные ну и немножко изредка сменные ведущие тимур маркетолог из москвы это я и соответственно профессиональный подкастер из москвы дмитрий зомбак будет перестать чтобы меня так называли надо как-нибудь лишь должен все придумать не что-то не профессиональный генеральный продюсер а если за генерала выйду то буду генераль шей продюсер это у нас максим зарецкий скандарь максим продюсер детей дмитрий андреевич у тебя уже работал понимаешь ты его уволил прошла уже здорово лапу дорос до более высокой должности вот дозинку то за жопу лапал не ври на мы все у шрайера читали ой блин к чему-то у шрайера кстати если вы вдруг эти шутите все время угораете по поводу джейсона шрайера напоминаю вам что джейсон шрайер был в гостях о завтра каста если вы наберете джейсон шрайер завтра каст вы найдете в гугле наш этот выпуск а в других подкастах не был вот и в общем то мы разговаривали про его книгу плацу этом пикселс про работу в катаку про вообще в целом индустрию и так далее поэтому можете послушать но джейсона этого еще будет позвать он классный у него сейчас скоро же книгу еще одно выйдет кому я так думаю что там будет больше конечно про кранчи и про домогательства но в любом случае мы можем всегда его позвать еще раз и поговорить но прикол в чем что может выпустил исследование по поводу типа юбисофта как нужно на новом своем месте работы в блумберге и говорит о том что в общем-то в юбисофте и довольно токсичную культура работы и такой читать ха ну как же токсично но все понятно хорошо потом там говорят что вообще-то ну там типа корпоративные тимбилдинги делали стрип клубах ну подожди как бы нормальные современные компании где у тебя работает ему смотри женщины заходишь юбисофт а тебе под ноги короче говоря дорогу с коксом стелят твои действия не просто дожди ты говоришь стриптиз-клуб во первых любой современный стриптиз-клуб рассчитан и на мужчина на женщин тимур вот эти вот стриптизеры откуда по-твоему появляются значит тебе честно скажу я к своему стыду за тридцать четыре года в полноценном прям вот стрип-клубе не был ни разу я единственное я тоже не развивался года обнимемся брать которые такие типы острый потому что я был за границей типа на что в болгарии ли еще чем в этом роде когда ты приходишь это вроде как танцевальный клуб но типа как бы надо google можно могут позволить себе большего и google не просто танцуют а например снимают там лифаки и начинают танцевать уже такие там буквально в стрингах топ-люс или ты понимаешь что это но да и там типа как бы могу даже там чуть-чуть когда видишь что мужики им протекли буквально купюры они такие типа подтягивают жопу чтобы за трусы вроде как типа купюру как будто заложили ну это называется стриптиз-клуб а что подожди в твоем понимании но и не не понимаешь это именно как бы чисто воды дискотека где все колбасить 10 танцуют это по углу google которая ну наполовину превращаются по сути в стриптизера шкачка вода но при этом они все равно большей части google потому что как бы они некоторые из них например развивать и и не подставляют жопу под купюру и вообще смотрят на тебя типа бляху протягиваешь то есть ты как в какой-нибудь пусть и шоу в таиланде ты ни разу не ходил бы я в таиланде это был маленький поэтому ну ладно я не будьте расскажут что происходит этот еще возручную азию когда-то поэтому меня не всем можно удивить как бы бывают разные степи удивления удивить нет но охуешься знатно расследование уже не катаку уже блумберга расследование блумберга в юбисофте харасили всех ходе хуйня да не смотри там же правильно очень хорошо высказывается что в целом компании царит атмосфера кумовства ну то есть такая типичная русская компания ну где французы защита у нас очень сильно похожи французы это такие русские которые пьют хорошее вино ты понимаешь то есть приходите потом условные пацаны и говорят вот понимаете вот у нас здесь мишель мишеля под мужик охуенный мужик его надо взять потому что вот мой дядя с ним работал он прям заебись короче давайте его возьмем если берут мишель и просто вслепую на хуяк берут мишель там хуярить 3d текстурки там ну я шучу там очень может и хуярит все остальные а все остальные говорят а мишель как бы на самом деле и пойми кто его даже никто не отбирал и вообще а у миши на у миши не они не тимур а у мишеля фамилия геймо да ну как бы ну и 3d текстуры он рисовать не умеет он кофе умеет носить но рисует 3d текстуры например так у мавсу работает но примерно так и там смысла в том что говорят что вообще весь юбисофт это действительно такая семейная компания в прямом смысле этого слова потому что там реально сидит толпа народу а мы вам напоминаем что среди акционеров и среди управляющих директоров юбисофта людей с фамилией геймо довольно много вот и многие говорят что конечно и где мы действительно закрывал глаза на многие вещи происходили и в итоге типа в компании попадали люди куда совершенно ужасным образом которые ну типа никакого скилла вообще ничего просто типова братан и там сын какой-нибудь невестки там моего там деда короче вот это все короче да вот молодец круто давай приходить вот как бы нормальных людей как бы выпирали потому что типа ну как ты посмел сыну дед невестки мы там моего деда когда там что нибудь ему сказать ну это понятно ну как бы я тебе могу сказать что кума встал мне кажется процветает вообще посредством всех компаниях потому что самый интересный момент который лично мне показался таким это то как на самом деле был выстроен юбисофт творческий процесс и статья приоткрывает те страницы культуры корпоративной юбисофт которые вели вот к этим вот юбисофтовым скажем так опен ворлдом когда знаете абсолютно все игры в компании одобрял один единственный человек и этот человек мог реагировать абсолютно по-детски в духе ой сюжетные игры полная херня линейные игры полная херня и кстати женщин протагонистов у нас быть не должно поэтому вот вы хотели сделать assassin's creed исключительно за кассандру срочно добавляйте мужика не ебет как это будет сделано но это правда ничего не скажу но вообще конечно ситуация хуевая но мне очень понравилось то что после всех этих воззваний всех этих статей расследований и геймо и вообще юбисофт поступили конечно очень круто они не полезли за лупу они очень большие молодцы тот самый вот чувак который был креативным директором к скуэта да который короче по сути вот за и вот за ним стояло последнее слово типа как бы этот концепт игры пропускать как бы ну дальше продакшен или нет вот этого чувака пизданули просто первым делом в чем никто не верил что его вообще пизданут внутри компании да как бы то что все прям реально считали что вот этот чувак вообще неприкасаемый вот потому что там он условно сыном геймо тому в добиться в очко там на яхте короче поэтому стопудово вообще никакого нельзя прям первым делом пух пидорнули и все до свидос вот и причем пидорнули еще других чуваков там тоже пачкой целой и если честно немножко офигел что конечно вот они пошли и так сделали это было очень круто и то что юбисофт конечно прислушиваться к этому это хорошо но как это все повлияет впоследствии на результаты компаний непонятно но с другой стороны все говорят что например как раз вот этот хаскуе он же и очень сильно влиял на то какие игры были за последнее время ну и про это же рассказывал да и если честно за последние годы многие игры юбисофта меня перестали цеплять как бы даже когда у я в них играю в итоге то есть там про какой-нибудь я прошел например фаркрай 5 он там типа меня зацепил вот луп за и семей за луп который там есть у меня зацепил но мне было скучновато в него играете вам честно скажу ну тимур на 3 мы это обсуждали уже много раз ты играешь не как все остальные люди ты затрачиваешь каждую блять вышку и каждую синхронизацию про и я очень тобой недоволен тем что ты купил одиссею одиссея хорошая игра ну блять ты просто будешь задрачивать ты в нее вообще никогда в жизни не пройдешь ну то есть как бы да это во первых во вторых как бы ну то есть готовься 80 часов жизни отдать вот для того чтобы задрачить каждый вопросик это минимум ну то есть я вот тобой в этом плане недоволен причем не уверен что у меня будет время потому что по-хорошему у меня же счетом завод сусима надо пройти last of us 2 там еще есть ряд типа крутых игр который действительно очень хочется поиграть но чтобы вы понимали выходит же пустышный 5 выходите поиграю на пластыше я просто к тому что в итоге скорее всего как раз таки мне есть шанс что как бы или я поиграю мне следующей зимой типа в январе-феврале или я вообще не поиграю на 4 купил вообще в ту серьезно это надо было у всех есть такие моменты импульсные вот у меня так в стиме половина играли вспомнил что вайсян купил blade rocket league любом случае давайте короче закончим про юбисофт но просто хотели сказать о том что конечно клуб круто что они среагировали но то что у них такая корпоративная культура процветала это хуеват она с другой стороны например нас я это не удивляет потому что мы живем в россии здесь вообще все то же самое любое компании вообще в любой я такое наблюдал в международных компаниях типа которые в россию приходят у них есть международные компаниях русское представительство и там работает знаете какой-нибудь там ханс циммерман короче который там сидит яша москве короче иностранец и так далее а под ним работают всякие там наташки оксанки и прочее которые все берут только вот как бы там своих схватов братов там сестер и так далее просто ты говоришь как будто ну то есть это распространено понятно но ты говоришь как будто это нормально это нихера не нормально это плохая тенденция это плохая я кстати вспомнил знаешь какую крутую штуку нашу охуенную штуку дело в том что в сша различные активисты начали топить дичайше за то чтобы оркестры отменили слепые прослушивания потому что внезапно из-за слепых прослушиваний женщины и цветные люди ну то есть там черные индусы там и так далее не попадает в оркестр почему ну потому что какие ланят и люди люди типа оборачиваются то есть они не видят кто играет они слышат только звук и внезапно к боку ну берут типа тех кто играл лучше всех и выясняйте что это был белый мужик отвратительно и они говорят что вы должны отменить эти самые прослушивания чтобы вы набирали людей по квотам чтобы вы давали шанс черным чувакам даже если они плохо играют даже если девушка играть плохо вы должны научить играть хорошо чтобы она была на равных правах с другими ну я тут как бы немножко с другой стороны могу зайти если тебе хочется давай давай по полу пожалуйста баха выгнали из то ли музыкальной школы то ли музыкальной а я забыл где он учился пытался учиться потому что он был глуховат бах и ты бах бах а вот таких примеров много бах понимаешь то есть как бы слепые прослушивания немного не про это дима потому что оркестр должен быть сыграть осознаете что стиви вандер и диана грузская вообще не видит в этом проблеме димка я тебе напоминаю что выиграть немножко не в моем темпе да тем временем пока мы все это обсуждаем в акбалеш занес нам один евро димка бока умер так и не дождавшись старика статри какие еще жертвы должен понести этот мир если на твиттере шутил что если в этом году еще и лупа помрет пулю просто понимаешь да страх за 100 рублей доброй ночи мужчины отлично спасибо отказ спасибо братан добро за 100 рублей слушаю от самого начала стараюсь попадать на все стримы как думаете зависимость закончится надеюсь нет я думаю что ты в нас разочаруешься спустя какое-то время уйдешь лучше другие подкасты пару месяцев будешь слушать и к потом вернешься на что такие случаи уже бывали до за жива люди которые говорили что я ненавижу ваш подкаст на отвратительный хуёвый но других нету как выбрал и даже на патре он возвращаются и говорят придется вам знать ну может возрастно весело 3 рубля предложим идущие тимур различий недель в спб будет чего у нас на днях общепит наконец-то открывают ну мы туда точно не едем на следующей неделе смотрите мы скорее всего приедем с девушкой с 31 по 5 класс да и короче мы пока просто точно не знаем кому какие конкретно дни мы при ну мы приедем на питер то что мы точно будем там с 3 по 5 но мы будем за городом мы будем чуть-чуть севернее питера вот но новых мы скорее всего на выходных которые незадолго до приедем питер там погуляем везде походим и наверное какой-то мини сходку сделано только понять где забить какое-то место типа и сделать я не знаю там есть и димка например захочет как бы то может тоже как бы приезжать я тебе рассказывал уже миллион раз питер и уже тем более билет на сапсан есть они стоят дешево по 3 4 тысячи рублей я как это знаешь как старый дед у меня в одно ухо влетел в другую вылетела я где-то прими таблетки я уже раза четыре сказал что мы едем пить класс это что сходку мы там можем сделать куда едем короче думайте то что подражать и подражать на 100 рублей хочу быть взрослым ответственным как максим критичным и смешно как дима в трендовом движения с классными волосами как тиму таким а средством как максима быть не хочешь точно максим безответственно это вам в любой из нас скажет хотя у нас есть другой человек безответственно ну ладно он тоже знает момент экран такой типа просто ладно короче пацаны робит экран если вот вот так вот 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 так типа тревога тревога монитором два раза если фил свенсер держит тебя в заложниках важная тема недели она заключается в том что на неделе на прошлое произошел взлом твиттера вот и жопа да ну жопа как бы знаешь как это называется жопа твиттера я бы сказал взрыв кабачка в коляске с по носом произошел да я бы сказал что это был взлом жопы chief security офицера и chief technical офицера то есть по сути технического директора твиттера потому что я уверен что в этот день их жопу взламывали многократно очень много кто включая дональда трампа фбр цру и вообще все кто поможет знаешь когда выходили и по очереди в жопу взламывали значит и когда говоришь chief я так и представляю чуваки знаешь таких костюмах и с этими со шлемами спартанцев узкие вот а потом такие начали генают их и подходит фбр вице так типы и жопу понятно короче я просто все это к чему говорю что если вы вдруг посидели в танке и не в курсе или вам похуй на twitter как многим из наших слушателей мы вам завидуем да как бы дело в том что на зале твиттером в россии пользуется все больше больше людей в мире тоже довольно много людей пользуются им и как бы вообще ну twitter довольно классное что история мы уже много раз об этом говорили но фильм печенье в этом дело в том что twitter умудрили взломать причем не то что типа найти каких-то конкретных пользователей там или еще что то такое вообще сам по себе twitter причем даже не просто взломать знаете там пошли какую-то датабазу например вскрыли все намного проще вы знаете я в журнале хакер вот это давно году в 2002 читал о том как знаете какие-нибудь чуваки пробивались на bbs сетки каким-нибудь крутым чувакам где-то какие-то хакерское сообщество или еще и так далее типа втирались доверие и говоря там буквально типа найти зная определенные имена определенные названия там определенные всякие штуки этим там хакером буквально доказывали что типа ну я свой там я там друг джона ну помню тот самый который вот ну может бухали но вы знаете и короче таким образом получали доступ к каким-то супер там нереальным штукам типа умудрились вводить пароли уводить там эти какие-то там типа базы данных там и всякие крутые другие штуки у других хакеров и это было типа настолько круто и это как это называлось таким найти непонятным для меня тогда словом social инжиниринг вот ну то есть начало двухтысячных годов я учусь школе еще там и такой бы ты не читал книгу митника и кэвина митника нет я хотел но так и не почитал у него была книжка искусство бана по-моему где-то в году в 2004 мы вышла примерно он как раз рассказывал там про социальную инженерию и типа вот тогда это было как раз плюс-минус популяризована но то есть я даже даже больше скажу я когда четыре с половиной года назад разговаривал в последний раз главным кибербезопасником касперского который вот именно занимается у них промышленной безопасностью против таким говном и я спрашивал вообще как как какие атаки в будущем вы считаете самыми опасными самыми вероятно четыре с половиной года назад было он говорил я вообще могу так сказать эти вирусы там стакс нет и прочее говно это уже достаточно старая тема сейчас все будет упираться потом ебанул нот петя но тем не менее все будет упираться в социальную инжиниринг и сами даже трояны и прочие вирусы будут проникать в систему в первую очередь через социальную инжиниринг откройте пожалуйста это письмо оно от нашего босса такого-то он очень просил побыстрее запустить эту программу что сделать чтобы сделать то 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 тирака просто принесите кофе и запустите вот этот да да и так далее так далее он тогда говорил что самый большой к головной боли будет именно он так и случилось да но в общем контексте истории залом твиттера тут new york times написала здоровенную статью расследования по поводу того как этот взлом был осуществлен и помимо социального инжиниринга которому этот разговариваем с вами там есть очень важный момент то что сам твиттер не был взломом как таковой то есть никакие никакие из его 0d что называется уязвимости не были обнаружены то есть никто про это нет ничего не делал никакой там через дырку на сайте не заходил какую-нибудь за парольную базу данных нет все произошло гораздо проще из-за к вида команда твиттера работает распределенным образом что делает распределенная команда когда и надо собраться и обсудить все в одной скажем так какой-то программе лютильте естественно используют что-то какой-то мессенджер какую-то систему для там не за отслеживание тикетов и прочее прочее да все они сидели в слаке поэтому этот взлом твиттера можно сказать что это был взлом слака если так подумать да в их канале в слаке туда попал собственно говоря злоумышленник и нашел там пароль вот то есть где закрепленных сообщениях не 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 уже не закрепленных сообщениях это мы немножко неправильно писали в твиттере своем просто лежал пароль там ну вот и вот этот пароль взял там же была ссылка на некую админскую утилиту по которой можно было зайти ввести этот пароль и собственно говоря попасть ну по сути в админку твиттера что сделал хакер он получил доступ к 45 по моему твиттер аккаунтам причем разной степени крупности разной степени верифицированности долгое время твиттер не могли понять что вообще происходит они взяли и запретили всем верифицированным пользователям на всякий случай писать потому что я напоминаю что взломали очень многие взломали там всякие всякие каналы типа убера apple илона маска короче очень много людей которые скажем так имеют большое огромное количество фолловеров там писали что общая аудитория аккаунта была 163 миллиона человек да и в эти взломанных твиттер аккаунтах писали но по сути одну и ту же фразу что мол мне что-то захотелось внезапно захотелось отдать часть своих денег сообществу поэтому давайте сделаем так вот мой биткоин кошелек и там соответственно номер а вы пришлете мне 1000 долларов а я вам отправлю две но поторопитесь я буду делать это только в течение получаса и вот это размещенное сообщение позволило хакерам получить на свой биткоин кошелек ну что-то около 140 тысяч долларов казалось бы не очень много но как выяснилось буквально недавно криптовалютные биржи типа там условных коинбейсов и прочее как только узнали про это взлом тут же этот кошелек транзакции на кошелек начали блокировать поэтому хакеры могли получить гораздо больше гораздо больше что все равно не сильно гораздо больше говорят что там их было типа но до миллиона долларов очень многое тормознули сами биржи криптовалютные то есть они на подходе сбивали этой транзакции то есть по сути они просто заблокировали реально дима правильно говорить заблокировали транзакции на этот кошелек вообще но не все они все которые только могли заблокировать да и здесь вопрос вот в чем что довольно интересная история заключается в следующем что опять же первое хакер попал туда с помощью social engineering то есть чувак типа к обманным путем каким-то образом прикинувшись ветошью умудрился попасть в слаг канал титра там уже говорят что есть подозрение что не прикинувшись ветошью а скажем так подкупив одного из сотрудников twitter но сам сотрудник твиттера якобы это отрицает подробности нам не сообщают но это вот то что сейчас ходят такие слухи что мол подкупили сотрудника twitter и он такой а ну чё я добавлю слаг канал там сон нихуя нет самое нету никаких обсуждений добавлю в канал с мемасиками и или так или или зашел в канал свои майские такие пацаны а скидьте срочно пароль срочно нужен таки а блядь на на всем в одном слаге с нами сидишь такой тоже вариант не исключен да я короче просто хотел сказать как бы по поводу этой истории что много кто провел исследование на этот счет и в этом плане как бы одно из самых наверное крутых исследований это исследование чувака который который как вы знаете называется crepes on security так ну чувак который фамилия crepes он довольно известный вообще во всей этой тусовки именно которого там кибербезопасенников вот и он провел свое собственное исследование вместе с другими различными чуваками которые тоже в этом ну так скажем white hat хакерами вот чтобы понять вообще чего происходит и он говорит что незадолго до атаки на twitter в специальном сообществе которое называется sim swapping это сообщество которое занимается тем что подделывая сим-карты ну изначально она и точнее изначально так появилась что подделывая сим-карты они получали доступа через авторизацию двухфакторную к различным сервисам ну то есть сообщество изначально росло оттуда дальше они уже как бы начали заниматься вообще другими историями но в общем то все это выросло как раз вот из двухфакторной авторизации говорят оттуда же выросло сообщество чуваков которые типа занимаются злом майклауда соответственно которые взломали помните знаменитостей всех которые выложили фотографии голых там всяких там дженнифер лоуренс там и прочее прочее ну то есть как бы это вот все оттуда чуваки вот который как раз вот занимается такими телом и в общем есть чуваки которые в этом сообществе в том числе помимо всего прочего очень сильно охотятся за так называемые олджи именами в различных сервисах олджи ну и напоминаю что это термин который называется original gangster а вот и олджи это типа считается ну типа самый главный самый первый поэтому так например иксбокс олджи тот самый типа иксбокс который самый первый черный оригинальный ящик вот и типа олджи никнеймс сервисах это типа на эти трехзнаки васьки это типа 1 2 3 буквенные имена в твиттере то есть те имена которые типа ну условно появлялись в самом 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 начале потому что считается типа что эти имена можно продать очень дорого на самом деле это правда потому что условно имя которое там состоит там из одной цифры ну то есть в твиттере есть например никнейм который называется просто 6 и все и короче этот никнейм 6 как раз принадлежит чуваку который раньше был одним из главных функционеров вообще всей этой истории sims воппинг который вот этой всей хакерской темы просто он умер и он передал как бы свой никнейм своему другу вот и этот друг как раз и типа он тоже является white hat хакером и он тоже много чего рассказывает типа ну постоянно про всю эту тусовку вот этих sims вопперов вот и в общем они там туда-сюда через кучу в различных следов которые оставляли они нашли что этот тип вот этот взлом скорее всего одним из его участников являлся чувак который является супер известным чуваком вообще во всей этой тусовки sims вопперов и это чувак которому на самом деле всего 20 лет он живет в англии с мамой и это типа чувак который как бы в за последние там четыре года взломал кучу вообще сервисов кучу никнеймов и заработал кучу бабок на всем этом причем они его там как раз ловили на таких таких простейших вещах которые ну казалось бы вот если ты крутой хакер то они тебе очевидны но ты понимаешь что типа чуваку все равно 20 лет он как бы знаете как такой как это называется знаете скрипт киде чувак который типа научился там взламывать какие-то невъебенные вещи но базовых каких-то параметров вещей о жизни он не знает он берет например и постит там с какого-то своего инстаграм аккаунта который когда-то давно был привязан к какому-то другому аккаунту и через интернет архив понимает что ты его аккаунт и находят типа что какой-то якобы некий аккаунт постит фотку типа около бассейна во время эпидемии к вида и понимаешь что это фотка из испании что вот вот этот бассейн и находят другой аккаунт который якобы не связано но на самом деле все понимают что он связан типа что то тоже с того же бассейна и типа понимаешь что это этот чувак и этот чувак типа как бы он владеет аккаунтом который первый самый запустил всю эту хуйню про взлом твиттера и, типа, буквально чуть ли не писал, типа, фоллофте вот этого чувака, как бы, и так далее. Ну, то есть, он, короче, какие-то... С другой стороны, тебя удивляет то, что он молодой, а вот меня лично удивляет скриншот из этой, якобы, админки твиттера, ну, то есть... Я хотел последнюю штуку сказать еще, что вот этот самый чувак, который, типа, вот 20-летний англичанин, что это тот самый чувак, который стоял за взломом аккаунта Джека Дорси, который случился несколько месяцев назад, когда, типа, требовали выкуп от Джека Дорси, чтобы, типа, вернуть ему его же, собственно, аккаунт в твиттере, вот. И первый твит, который быстро удалили от Джека Дорси взломанного был как раз с упоминанием аккаунта этого самого чувака. Короче, Беспалево это называется, да. Ну, 20 лет, ты хочешь, чтобы все тебя понимали, обожали, любили и считали, что ты дохуя крутой. Это какая-то глупость, с другой стороны. Но, опять же, смотри, ну, то есть, понятно, что увели какое-то количество бабла. Опять же, никто не заставлял людей присылать на левый биткоин бабло. Это типичная жажда халявы. Уж извините, но мне кажется, это вот в контексте, может быть, хакерской какой-то этики, это довольно хорошая причина, скажем так. Ну, то есть, это не то, когда ты блокируешь пользователям все абсолютно файлы и говоришь, что вот, плати мне биткоины, я тогда разблокирую. Нет, это просто жажда наживы. То есть, ты выкладываешь кошелек и говоришь, пришли мне тысячу баксов, а я тебе пришлю две в обратку, да. Вот. И вот эта жажда наживы, она у людей победила. И люди за это пострадали. Поэтому этих людей совершенно не жалко. Те, кто прислали. Ну, это опять же, понимаете, история вся в том, что мы опять же говорим о том, что, понимаете, уникальность конкретно этого взлома в том, что да, были взломаны аккаунты, от них были написаны вредоносные сообщения, но абсолютно все, начиная от точки входа в эту историю, то последствия этой истории, это все социальный инжиниринг, потому что без лоха и жизнь плоха. По факту-то это классическая разводка у митинского радиорынка, только теперь в интернете через твиттер-аккаунт Джек и Дорс. Ну, серьезно. Через твиттер-аккаунт очень многих знаменитых людей. Мне тут интересно, почему трамповский твиттер не взломали? Вы забываете про самую главную штуку, что через час после того, как случился взлом жопы, сразу несколько сенаторов США написали письмо о том, что эй, Джек, ты не охуел там? Почему ты в говно? Знаешь, и это, видосик с этим, вот как его. Со снупдогом, знаешь, который Билл Гейдж, почини свое говно. Нет, на самом деле, это действительно для твиттера будет серьезной проблемой. Я просто хотел сказать, вот эти, закончить, о том, что, мало того, что сенаторы написали всю эту пеймень, я же не шутил как раз про то, что, типа, пришли нагибать там, типа, чуваки с ФБР и так далее, потому что в первую очередь, реально, пришли ФБР, секрет сервис все-все-все, к твиттеру с вопросом самым главным. Первое, не пострадал ли твиттер этого Дональда Трампа? А второе, чьи конкретно твиттеры пострадали? Потому что, как вы понимаете, у восьми аккаунтов, но твиттер подтвердил, что это были не верифицированные аккаунты, но, блядь, чьи эти были восемь аккаунтов, мы не знаем, произвели операцию скачать абсолютно все данные по этим твиттерам аккаунтам, включая кого они там фуловят, кому они что писали и самое главное директ-месседжер, то есть, соответственно, кому, с кем они, как, чего там переписывались. И мы не знаем, успели ли эти хакеры до того момента, как их там отрубили, посмотреть у тех верифицированных аккаунтов, типа Илона Маска, Майка Блумберга и так далее, посмотреть, что им писали в директ-месседжерах и кому они писали в директ-месседжерах. А потом окажется, что там была какая-нибудь доминасти у Маска, знаете? Вполне возможно. Сука, пожалуйста, можно без доминасти в этот раз. Слушайте, говоря про всякое, у твиттера серьезно. Если у них курсе, почему доминасти, послушайте, наш ДТКД 50. он лежит. Он лежит уже в паблике. Я просто про то, что ведь эта вся история, она еще раз всколыхнет. Вообще, она ухнется не только твиттеру, а всем соцсетям, потому что в США давно идет заруба на тему того, чтобы считать соцсети фактически... Федеральным ресурсом. Ну, не федеральным ресурсом, а площадкой для публикации. Сейчас соцсети находятся типа в статусе соцсетей особо. А их хотят приравнять к СМИ фактически, да, и, соответственно, обеспечивать первую поправку, обеспечивать абсолютно все вещи, которые касаются там свободы слова и прочее, прочее, прочее. То есть ты не можешь просто так забанить Алекса Джонса, потому что он тебе не нравится. И так далее, и так далее. В комментариях пишут важную штуку о том, что... Я тоже читал об этом, о том, что после того, как аккаунт Дональда Трампа был удален одним из недовольных сотрудников Твиттера, он был удален, причем на несколько минут буквально. Ну, то есть там минут на 15 или 20, что-то такое. Его тут же восстановили, все было заебись, но после этого якобы аккаунт Дональда Трампа перенесли в отдельную админку и типа к нему нужен отдельный доступ отдельных людей. То есть просто так получить из админки Твиттера доступ к аккаунту Дональда Трампа ты не можешь. Ну да. Просто имейте в виду этот момент, как бы действительно вот нам правильно об этом напоминают. Так или иначе, короче, пацаны, имейте в виду, что мы все это приводим к следующему, что действительно социал инжиниринг и вот эти все темы с тем, что ой, слышал, я там вот знаю Джона, пусти меня в чат и так далее. Эти вещи будут работать всегда. Слушай, и пока мы не закончим тему, я еще могу сказать, знаешь, что меня удивляет вот конкретно в админке Твиттера. Ты помнишь, они всегда говорили, что у них нет шадоу бана. Шадоу бана. Судя по этой админке он есть. То есть можно заблокировать навсегда или просто на шадоу бане? Нет, смотрите, шадоу бана, чтобы, если вы вдруг не в курсе, что такое шадоу бан в социальных сетях, то это формально не бан твой полноценный, да, а это бан тебя, чтобы ты как можно меньше показывался людям на глаза. Как это делается? Есть шадоу бан в поиске, например, когда тебя, типа, люди начинают искать твой аккаунт и, например, в Твиттере как это работает? Типа, люди набирают прямо, блядь, букву в букву твой аккаунт и в search suggestions, ну, то есть, типа, в поиске тебя просто не показываются, тебя нету там. И только если ты не нажмешь на кнопку перейти вот в этот аккаунт, просто перейти в него, вот тогда вы в него попадете. Но во всех, типа, в поиске, в результатах поиска вам будут говорить, нет такого аккаунта, без видоса. У нас, мы все время с Димой попали в эту историю. Я, кстати, сейчас не смотрел, есть ли мы сейчас, но буквально полгода назад где-то, как бы, я точно помню, что Дима, что у меня, наши аккаунты были в шедоубане. Плюс есть еще история с предложеньками, которые, suggestions, которые предлагают новым пользователям или другим пользователям тебя, типа, заполовить. Есть отдельный шедоубан под них, типа, чтобы тебя ни в коем случае не предлагало никому. Вот. Где заплатить за эту функцию? Есть еще один вид шедоубана, который говорит о том, чтобы, типа, твои твиты не попадали в трендинг. То есть, если какой-то хэштег или если какой-то там, типа, какая-то тема, там, даже не хэштег, а просто упоминание какой-то темы является трендовым, и, типа, человек нажимает, что там говорят сейчас про Xbox One, там, типа, хуяк, а там, типа, должны были бы быть самые популярные твиты, например, от Дмитрия Зомбака, потому что у него там, твит не будет показывать. Потому что написано, что Xbox говно, да? Ну, потому что, типа, Димку забанили конкретно вот по вот этому параметру, типа, не показываться в трендовых твитах, в трендовых, типа, этих хэштегах и так далее. Вот. То есть, это то, что твиттер отрицал всю жизнь, говорили, что нет никаких механизмов шедоубана, вам кажется. И мы говорили, бля, братаны, камон, мы набираем, типа, имя, и оно не показывается в серчерезалтерах, а никнейм есть, и аккаунт есть, и юзернейм есть, а он не показывается, ну, типа, камон. И все такие, нет-нет-нет-нет, нет никакого шедоубана, короче. Ну, и мы выясняем из фоток админки, что шедоубан все-таки есть, короче. Ну, если это настоящие, естественно, фотки. Слушайте, ну, заканчивая тему с твиттером, стоит зачитать вот донаты. Во-первых, конечно, Доми Наташа занесла 100 рублей, что вы опять начинаете? Отлично. Доми Наташа. Добро занесло 100 рублей, заносил, заношу и буду заносить, спасибо тебе, братан. Не, спасибо тебе. Нинтендо занесло 162 рублей, Абакунов на эхо, в точке рассказывал, почему твиттер Трампа не взломали. Мы уже, да, мы уже, да, мы это говорили. Людзер, заносил 100 рублей, любимый, так или иначе, от Тимура. Сичемлюков занесло 153 рубля, Тимурчик, ты топ, это я тебе как сварщика из Красноямска говорю. Спасибо тебе, в таком городе Красноямск. Круто. А потому что мне кажется, что это в Красноярске опечатка. Опечатка, да. Ну, в любом случае, короче, пацаны, мы потихонечку переходим к следующей теме. Знаете, кто же еще обосрался? Ну, не то, чтобы обосрался, конечно. Но на пути к этому, понимаешь, давай так. Ну, не совсем, но все-таки. Короче, тут Fast Company написали офигительную статью на тему того, что, ну, они рассказали, в очередной раз про довольно известную штуку, которая называется АТАП. Не АТАП, не АТАР, АТАП, АТАП. Короче, Алсу Протек, да. Что это? Короче, АТАП, это называется Advanced Technology and Project. Это специальная лаборатория, которая находится в Гугле. В Гугле есть такое подразделение, вот как раз АТАП. Вот. И АТАП занимается... Ты же понимаешь, что вот эти все, они не будут слышны на записи, да? Потому что там поп-фильтр, да. Потому что у меня есть поп-фильтр, да. Поп-фильтр, поп-поп-поп-фильтр. Потому что в первом эфире они слышны, и это раздражает. Спасибо большое. Не делай так большего. Короче, в любом случае у Гугла есть этот самый АТАП, который занимается чем? Они создают различные, так называемые, муншот-проекты. Если вы не знаете, что такое муншот, то это те самые проекты, в которые люди вкладываются в надежде, что они могут выстрелить, а могут не выстрелить. И они понимают, что если выстрелит, будет заебись, не выстрелит. Но мы получили немножко экспертизы, мы получили немножко опыта. У нас сотрудники круче стали, вот это все. Ну, в общем, будем использовать наработки где-то в другом месте. Когда-нибудь, может быть, возможно, это не факт. Короче, одним из таких проектов, на самом деле, в АТАПе, который в той или иной степени плюс-минус выстрелил, это был Google Glass, который когда-то там вышел из стадии проектирования. Я правильно понимаю, что это отдел даже скорее, наверное, разработки технологий на далекое-далекое будущее? Ну, то есть, не вот сейчас выпускаем, а может быть, выпустим лет через 15-10. Пишут у нас вакап две ошибки и катан завязан в 100 рублей. Спасибо тебе, братан. Слушай, ну, как бы тут вопрос вот в чем, что у АТАПа был хороший принцип. Он заключается в следующем, что если проект разрабатывается два года, то после этого он или выходит на рынок, или его нахуй закрывают. То есть, типа, или так, или так. Одним из самых ярких примеров АТАПа как раз-таки случился, помните, проект, который назывался АРА. АРА! Нет, это не НАРДА. Не НАРДА, короче, вот. Это проект по созданию модульного смартфона. Если помните, умный... Да, я помню, мы это обсуждали в каком-то, знаешь, ракарстве. да, короче, если бы ты можешь взять, купить по сути нужные тебе модули для смартфона, налепить на определенную плату с дырочками, и у тебя там хочешь камеру, хочешь две камеры, хочешь три камеры, пожалуйста. Хочешь там какой-нибудь невъебенный гироскопометр, короче, да, пожалуйста. Скотометр тоже, пожалуйста, короче. Хочешь какой-нибудь там радар, лидар, вот тебе, держи. А теперь попробуем все это сделать не в корпусе размеров с чемодан и желательно не за 15 тысяч долларов, Типа ты выбираешь, что тебе нужно и как бы и втыкаешь нужные тебе модули, понимаешь? И как бы хочешь экран побольше, покупать побольше, поменьше, поменьше, хочешь батарейку поменьше, но типа воткнуть еще там какую-нибудь ёбу легко. Я так понял, что к моменту, когда надо было выпускать это на рынок, внезапно выяснилось, что это слишком дорого и никому нахуй не надо. Нет-нет, скорее всего оказалось, что не каждый человек владеет паяльником. Там нет, там был в чем прикол, что они сделали самую большую ошибку такого рода проектов, они его анонсировали. То есть, это как, знаете, вот есть многие проекты там на медиарынке, там вот среди наших там друзей и подкастеров, стартаперов, там и так далее, когда, знаете, эти люди что-то анонсируют, а оно не выходит. Как стариказ 3. Вот, короче. И то, то, чего не надо анонсировать, как бы, потому что, если ты анонсируешь, то, ну, как бы, надо будет, типа, это выпустить, а оно не выходит. Вот то же самое случилось с Project R, они его зачем-то анонсировали, при этом, это тот самый проект, который как раз прошел двухлетний цикл в этом самом этапе, и, типа, было принято решение не запускать, а уже анонсировали, а решение, не, нихуя. У нас спрашивают, что это за тапок такой у них здесь, а я так понимаю, что это модуль для футболистов, который вставлялся в кроссовок от Adidas, и который позволял собирать какую-то дату. Смарт-кроссовки. Да, ну, то есть, как бы, примерно такая же херня была, по-моему, у Nike, ну, то есть, плюс-минус, похожая, но... но, смотрите, вот, как бы, самая главная история, как бы, по поводу того, что, типа, вот они делали запасное время, и что могло там быть, а что не вышло, как бы, например, или что вышло. Они купили компанию, которая делала маленькие радары, по сути, типа, маленькие лидары, и это компания, которая называлась Soli, вот, и они хотели выпустить... Soli, my son. Нет, блядь, короче, они хотели, на самом деле, запустить это в часах. Они хотели сделать смарт-часы, которые бы воспринимали твои жесты пальцами. То есть, маленький радар, который прям воспринимает твои пальцы. Но потом они поняли, что... Звучит интересно, на самом деле. Да, но потом они поняли, что в часах это нахуй никому не надо, и они это поместили в Pixel 4. То есть, как бы, в Pixel 4 есть, типа, по сути же, восприятие жестов, и ты можешь, типа... Только работает оно ультра-хуёво, то есть, если что-то так. Ну, работает же. Proof of Concept. Всё, короче, до свидос. Работает. Всё, до свидания. Короче, и суть в том, что вот такого рода историй у них много. У них есть куча сервисов, которые они пытались, типа, как-то сделать, выпустить или не выпустить. Куда-то засунули в какие-то там из своих внутренних проектов. И на самом деле, кстати, мы потом, может быть, запихнём даже ссылку на статью, на Fast Company, потому что там есть большое количество исследований о том, какое количество крутых сервисов, идей, могли выпустить Google, но не выпустили. Понимаете? Я могу сказать, что это действительно крутая тема, но Google, как всегда, понимаете, вот они часто что-то анонсируют. Они, например, взяли, проанонсировали специальную штуку, которую, помните, как называлась Project Tango. Они даже начали её. Project Tango, это была специальная система для смартфонов, которая, ну, такая полу-опенсорсная, которую ты у Google запрашивал, они тебе помогали, и ты, по сути, мог в смартфон встроить несколько камер, которые строили объёмную картинку перед тем, что происходит в камере, и строили, типа, трёхмерную AR-картинку. И за счёт этого, типа, по сути, делали не просто AR, а такой, типа, AR нового поколения. То есть всё то, что сейчас Apple будет делать с помощью лидара, одного лидара и обычного модуля камер. А там, типа, нужно было встроить в разные части смартфона три камеры. И, естественно, Project Angle ни хуя не взлетел. Потом они, например, сделали историю, которая называется Jakar. Что это такое? Типа, это большое количество сенсоров, которые встраиваются в куртку. И у тебя куртка превращается в смарт-куртку. И вся квинтэссенция Google, просто квинтэссенция всего. Это звучит, как, знаешь, как новый эпизод Кремниевой долины. Серьёзно. Смотри, чтобы ты понимал, типа, они решили сенсоров, всяких вибромоторов и прочие всякие штуки, чтобы сделать жизнь людей полегче. И, короче, одной из основных фичей, которую они рекламировали везде-везде-везде абсолютно, что стало? Что ты берёшь, вводишь на своём телефоне нужный тебе маршрут, убираешь телефон в карман, и каждый раз, когда ты подходишь к какой-то нужной улице, где нужно повернуть, у тебя половина куртки или нужный рукав тебе чуть-чуть вибрирует, и ты, типа, понимаешь, надо, типа, направо повернуть на улицу. Вот. И они такие, да, заебись, просто охуенно, короче, плейтестинг прошёл, все тесты прошло, давайте запускаем в продакшн, выпускаем, всё, народ покупает, короче, и внезапно все говорят, что это пиздец, как раздражает. то есть, гугл выяснил, после запуска в продакшн и в продажу, что кор фича, которые они, как типа, как никогда не играли в зельду, знаешь, вот это, лисинь, 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 эй, сука, короче, ты понимаешь, что типа гугл, вот, вот вся квинтэссенция гугла, давайте заебашим, охуенною фичу, просто не в рот ебенно охуительную фичу сделаем, будем рекламировать и педалировать и вот это всё, короче, а потом пользователи говорят, блядь, это поебенье. А ты знаешь, это просто в гугле есть одна большая проблема, там нет человека, который задаёт один простой вопрос, глядя на гугл стадию, а кому это нужно-то, блядь? Ну, скорее вопрос можно сократить до одного слова, зачем? Нахуя, да. Нет, ну ты понимаешь, вообще такие истории, типа, они же вроде как нужны, но определенным людям или другим людям, если этот сервис улучшить, переделать, вообще всё перехуярить. Ну да, с живыми людьми пообщаться, которые этим пользуются. это называется customer development, понимаете, если вы не делаете customer development, то как бы на этапе планирования вашего сервиса, когда вы его в итоге запускаете, вы выяснете, что весь ваш охуительный вижен, который вы там себе в голове придумали, спросили у своих дружбанов, вы говорите, сейчас я тебе расскажу охуенную историю, рассказываешь о чём-то про какую-то охуенную историю, короче, а потом, когда ты приходишь к нормальному человеку и говоришь, что не охуенная история, а так типа, братан, если курс будет тебе, короче, на каждом повороте вибрировать рукавом, будет заебись, и он скажет, бля, ну да я попробую, он идёт, короче, пробует, говорит, не, бля, слушай, братан, пиздец раздражает, ты такой, бля, надо что-то сделать с историей, чтобы тебе не раздражало, или типа сделать так, чтобы этим пользовались только те люди, которым это прям реально нужно, или может быть пусть они им там в наушник говорить что-нибудь, короче, ну, или может там она пусть она светится и так далее, типа, а этого ничего не происходит, люди просто такие, приходят к своему брату, говорят, слышите, я нравится, угду, а заебись, ну всё, пускаем продакшн, короче, всё, и вот говорят, что у Атапа, у этого самого гугловского, огромное количество продуктов, вот прям выходили именно такие, и они прям реально делают кучу всего, которое в реальности не может выйти, и два года, типа, вот они мучают, мучают что-то, типа, или они что-то закрывают, что, может быть, даже могло бы иметь успех, или не закрывают, а выпускать какую-то поебень, и им явно не хватает вот этого, вот этой связи с реальным миром, с реальным миром. А вспомните Google Clips, вспомните Google Clips? Нет, что это? Нет, не помню. Оооо, пацаны, ну рассказывай. Веб-камера, которая должна была записывать яркие моменты вашей жизни, ну как веб-камера, такая подвесная, типа экшн-камера, на защёлке отсюда и название. Вот. И вопрос, эту поебень выпустил человек, который, наверное, никогда в жизни не пользовался камерой вообще, понимаете? А ведь её сделали, протестировали, сделали в массовом производстве, анонсировали на Google I.O. и даже запустили в продажу. Кладбище проектов Google занесло нам 100 рублей. Слушай, но про последний проект, который у тебя рассказали, спасибо, пацаны, у меня тут ещё много места, да. Которые, знаете, они аккуратно, по сути, так типа анонсировали через эту статью. Знаете, типа, что оно как бы есть, но мы как бы, типа, ничего пока не готовы рассказывать, короче. Это проект домашнего пульта, который будет способен управлять абсолютно всей техникой, музыкой и так далее, и, типа, делать это необычным образом. Например, знаешь, как называется? Ты можешь... Не, ну понимаешь, они говорят о том, что ты сможешь интуитивно, например, перекидывать всякие нужные тебе штуки, типа, с одного устройства на другое. Например, наводя пульт на колонку, на которой сейчас играет музыка, ты сможешь взять и просто перевести, типа, этот пульт на другую колонку, и у тебя музыка, типа, перекинется с одной на другую. Ну, то есть, типа, ты физически делаешь действия, перекидывая, типа, направляя на одну колонку, перекинула, типа, на другую, и в этот момент у тебя перекидывается, типа, музыка. И вот куча вот таких вот якобы интуитивных жестов, которые как бы человек делает на уровне какого-то естественного восприятия. Но мне кажется, что это тоже нихуя не взлетит, потому что никто не будет понимать, нахуй мне это надо. Если ты можешь сказать, эй, Сири, переключи музыку на гостиную. Даже нет, ну вот смотри, я даже отвлекаюсь от экосистемы Apple. Вот есть такая херня с моим телевизором, называется SmartThings у Самсунга, да? И там можно управлять абсолютно всей смарт-техникой в доме. То есть там телевизором управлять, умной лампочкой, еще какой-то хуйня. Это фактически смарт-хаб в твоем телефоне. То есть это решение проблемы, которая уже решена давно, вот серьезно. Мне вообще кажется, что история с проектами, которые вот чисто в глубокой разработке, их и не надо показывать людям, пока маркетинг не придумывает, как это продавать. Ну то есть вот просто надо забить на это хер. А вот эта история, ну смотрите, вот та же самая история с показом там, жестами и перебросом истории. Я вспоминаю все фантастические фильмы, знаешь, там, когда там берешь с экрана вот так, особое мнение, помните? С экрана берет что-то, кидает, блядь, на планшет. Все, блядь, один простой жест. Никакие тебе не нужны ни мышки, ни пальцы, ни прочее. То есть он просто берешь и перекидываешь. Слушай, они инспирировались консолью из Стартрека. Вот, пожалуйста, да, да, фантастика. Вот с одной кунюшкой только управляет абсолютно всем. Ну это же классно. Это же классно, и за этим явно будущее. Просто это будущее, которое, знаешь, от нас далеко. Надо еще разрабатывать и продавать явно на сегодня. То есть, представьте, это напоминает VR-шлемы в 90-х, когда там Sega Action Master и прочее говно. Это были абсолютно неюзабельные дерьмовые TFT-экраны там с адским лагом и временем отклика. Хуевые линзы. VR, обосраться просто. 4К, широкоформатный CRT-телевизор. Да, да, да. А, блин, на прошлой неделе в интернете всплыло видео, точнее не видео, а фото, совершенно чудесное, с E3 2007, по-моему. С Usonic? Где компания Dell. Usonic это было. Нет, Dell, это был Alienware. Привезла гигантский ультравайт монитор. Да, ну я бы раз про него и вспомнил, да-да-да. Запустил на нем Crysis. Этот монитор, он, короче, был тонкий-тонкий. Он был тоненький, ну не тоненький, а ты вот спереди смотришь, как современный ультравайт монитор. Только сзади там, блядь, огромная CRT-хуйня. Да, да. Ну то есть это, это все дела далекого общего. Тем временем, Богдан Кселёв занес нам 70 рублей. Знаю, что этот стрим-запись увидит мой друг, поэтому хочу брать послание Андрея Нгуен, ты пидор. Отлично, супер. Отлично. В твиче нас бы уже забанили есть раз. Рубрика занесла на полторы тысячи, какая у Мити любимая буква в слове обезьяна? Мягкий знак, братан. Сейфильм хуйлюков. Простите, Мурчик, но тут так написано. Занесла на 100 рублей. Это не опечатка, это в смысле про Красноямск. Это триггер на Красноярские, они же Ямские дороги. Дима Максов и Топ, чик-чик, удачи, парни, все время вас слушаю. Спасибо тебе, братан. Спасибо. На этом все. Что у нас на следующей теме? Слушайте, самое интересное, что тут еще произошло на неделе, оно касается видеоигр, мы сегодня немного про них будем говорить. С сайта Xbox неожиданно пропала годовая подписка на Live Gold. Остались только тиры на 1-3 месяца. И пошли спекуляции, что якобы у Майкрософта возникла аллергия на деньги. Они теперь отменят плату за Митиклэр. Знаешь, что есть на русской версии сайта? То есть вот на английской версии сайта видно, что там типа на 1 месяц, на 3 месяца и так далее. На русской версии сайта написано... Обратитесь к своему... Нет, продукт Xbox Live Gold недоступен. Его просто нету. Я не знаю, его можно было раньше там купить. Мне кажется... Нет, нельзя, потому что ты сейчас абсолютно все майкрософтовское покупаешь через веб, а у ритейлеров. А, да? Да. Значит, и не особо потеряли способ. Фил Спенсер у нас в чате спрашивает, что такое Live Gold. Короче, история вся в том, что самый адекватный вариант на тему всего этого... Все эти многоходовочки высказал на самом деле Брэд Самс. Это очень известный инсайдер по Майкрософту. Он очень часто достаточно достоверные вещи сливал про компанию и хорошо разбирается в ее внутренней политике. Можно я тебе еще на секундочку перебью? Я только сейчас обнаружил, что на русском сайте Майкрософта перевод сделан автоматическим переводчиком, видимо, Bing'ом. Потому что там написано «Играть онлайн с золотом». Ага. Я не хочу играть онлайн с золотом, я хочу играть онлайн с людьми. Но будешь играть с золотом, потому что людей нет. Понимаешь? И он сказал, что на самом деле, что скорее всего сделать Майкрософт, никакого отказа от Paywall за мультиплеер не будет. Но они переформатируют базовую подписку, назовут ее иначе, и скорее всего включат в то, что сейчас за 10 долларов в месяц ты покупаешь, геймпасс. А ты не думал о том, что условно вот Xbox Game Pass Ultimate это будет такая общая подписка для всего? Это будет базовая подписка, да. Скорее всего ее вот как раз делают за 10 долларов. А допустим за 15 долларов у тебя будет тир с этим, с X-Cloud. А почему ты решишь, что мультиплеер не отменит? Это вполне логичное решение, когда у тебя... Но это бесплатные деньги, зачем? То есть я уже не говорю про тот факт. Я понимаю, просто смотри, у тебя... Они скорее всего могут где-то по пятую пойти. Ну? Нет. Во-первых, пользователей Live Gold банально больше, чем пользователи геймпасса по-любому. Ну а теперь у тебя будут и пользователи геймпасса, и они же пользователи будут. Да, но сам мультиплеер все равно будет за Paywall, чтобы у тебя был дополнительный стимул за это платить. И, кстати, он как раз и говорил, что он не думает, что они откажутся от этого. История вся в том, что вот они опустят базовую подписку до вот этого, они клауд включат в тир подороже. И единственное, где они могут пойти на уступку, потому что, ну это просто уже глупо на фоне PSN смотрится, они могут сделать бесплатным фри-то-плей. Потому что сейчас, чтобы поиграть во фри-то-плей игру в мультиплеере, тебе надо все равно купить Xbox Live Gold. Слушай, ну подожди, ну это не для всех работает. Я, например, знаю, что тот же самый Fortnite, ты можешь играть бесплатно. Нет, ты не можешь играть бесплатно в Fortnite на Xbox, я про это и говорю. Ты уверен в этом? Да, в PSN ты можешь играть бесплатно в любые фри-то-плей тайтлы. Без разницы, есть у тебя подписка на PSN или нет. А в Голде все фри-то-плея, они за денежку. Ты представляешь, я набрал в гугле, do you need Xbox Gold, и тут же выдалась поисковая подсказка, to play Fortnite. Естественно. Yes, you do need Xbox Live Gold in order to play Fortnite on Xbox. Окей. Я не знал, я думал, бесплатные игры действительно бесплатные. С подписками, короче, история интересная, они нет, я думаю, они не отменят все равно по-евому. Просто это, смотри, это очень логично. Вот смотри, у тебя есть, как бы, игровая, как сказать, не вселенная, как сказать, игровая экосистема. Вот у тебя есть игровая экосистема из Xbox, ПК, и вот она объединена Xbox Live. Вполне логично предположить, что вот человек покупает себе Xbox Game Pass, и Xbox Game Pass должен работать и на ПК, и на консоли. То есть будет такой некий универсальный Xbox Game Pass. Ты в курсе, что на ПК и консолях разные геймпассы? Я не спорю, я просто говорю, что... Подожди-ка, не-не, подожди, у меня, когда я покупал геймпасс... Я не про подписку в целом, а про состав подписки. Про игры никто не говорит сейчас, Макс, я про саму подписку. То есть раньше была такая история, что был отдельный геймпасс только для Xbox, и отдельный геймпасс и для ПК, и для Xbox. Вот так это работало. И логично, что они от него отказались. Логично, что они оставили один единственный геймпасс, который вот будет вот один. Но, по-моему, если у тебя две вот такие, типа, игровые станции, и ПК, и Xbox, логично их объединить. И какого хера, если я на ПК не плачу за мультиплеер, я должен платить на него за Xbox? Я думаю, они все-таки сделают по-другому. Я думаю, они сделают общую подписку для всего. Ну, то есть это будет некая такая, типа, Xbox Game Pass точка. Ну, то есть вот универсальная система для всего. Для мультиплеера, для геймпасса, и на ПК, и на Xbox, и все вот это будет только работать, только если ты покупаешь одну единственную подписку. Я думаю, они PayVault на мультиплеер по-любому оставят, потому что никто не будет отказываться от бесплатных денег. Это глупо. Это просто глупо с корпоративной точки зрения. Тем более, я напомню, что единственный источник дохода для Microsoft Games, который вот является ревеню-стримом основным, это Xbox Live Gold. Даже не геймпасс. У нас, что я тебя спрашиваю, как так? Это в том числе продажа внутриигровых покупок. Ну, да, но это лайф. Да, я не желаю. Так, Орнайт принесся огромный. Прожуй сначала. Ты помнишь, что нам твиттеры всем писали. Прожуй. Блит, мне поебать. Могу сказать, что на ПК принес огромное количество денег. Очень. Поэтому просто имейте ввиду, что там не только Xbox, World и так далее. продажа есть продажи отделу 3 гаража внутри игровой валюты во всяких там барфреймах все короче она очень хорошо работает и никто не спорит что это хорошо работает я просто говорю о том что какой смысл это делать если ты все равно увеличиваешь плату за подписку то есть раньше у тебя подписка станет не 10 баксов 1 1 1 15 ты 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 ключевой point кстати который сэмс подчеркивал пропускаешь 10 будет стоить просто теперь ты будешь платить не только за онлайн а у тебя к плате за онлайн добавится как бы они value proposition увеличат то есть у тебя будет еще геймпасс то есть за тоже получишь больше все все то есть это будет комбинированная подписка но по его за онлайн они отменять не будут это основной стимул брать подписку людей понимаешь тебе я тебе пытаюсь это пояснить что это не сейчас не основной стимул далеко не основной стимул сейчас основной смысл покупать вообще в принципе что-то это подписка если этот онлайн про который ты мне вдалдычишь последние 10 минут будет включен в эту подписку то тебе будет насрать понимаешь то есть ты просто его покупаешь ради бесплатных но в кавычках игр вот для чего это надо я уверен что для повышения engagement для того чтобы люди могли играть со своими дружбанами я вам напоминаю что все больше и больше игр появляются которые как раз таки позволяет тебе типа не покупать игру а скачать некий клиент этой игры и так как твой друг владеет этой игрой то ты можешь его поиграть бесплатно вместе с ним до 5 там и прочее прочее я думаю что это будет как раз направление в котором они все будут двигаться чтобы как раз таки мультиплеер не делать платным специально для того чтобы ты мог поиграть со всеми в любую игру бесплатно по мультиплееру как раз таки но ты должен быть настолько заинтересован во всех этих играх которые тебе недоступны чтобы заплатить за подписку специально чтобы типа просто получить доступ к этой игре или ты можешь ее купить на диске окей ты купил ее на диске типа но у тебя есть это самая игра ты как бы ты в нее играешь и ты бесплатно в онлайне играешь другими чуваками но потом эти же сами чуваки тебе говорят ой слыша пойдем вот в эту игру от это купил мне нет игры а ты купил отписку короче по делу гостепа у тебя идите во все есть а игра и мультиплеер и все а игры то какие будут вот мы давайте с майкрософтом последний три месяца вот мы с майкрософтом последние три месяца только и делаем что обсуждаем что бизнес-модели у тебя условный фар край новый выходит и в нем есть да кстати не забывайте про плашку то что в новом far cry между прочим 4k нативный только на иксбоксе коробки написано понял я просто хотел сказать что все эти истории с подписками как бы макс сегодня правильную штуку сказал которую в чате написал который как бы многие люди пропускать она заключается в том что все эти геймпассы все эти подписки все эти вещи являются ответом майкрософта на просто безоговорочный проигрыш в консольной войне этого поколения потому что не было бы никакого геймпасса если бы microsoft просто не сосал хуи в два раза даже более чем два раза отставая по количеству проданных консолей да ну ты видишь количество игроков есть вариант что в этот раз будет паритет есть такой вариант ну то есть ну сколько можно пираться на команду то есть подожди ка но xbox 360 джека бы получилось получилось да и знаешь почему они выиграли я тут недавно кстати пересматривал историю того как запускался xbox one и как да и как запускался xbox 360 и playstation 3 знаешь почему они выиграли ну то есть в свое время потому что они стоили на 300 долларов дешевле на 200 долларов дешевле на 200 долларов дешевле 399 стоил xbox 360 и почти 600 баксов 599 долларов они еще и вышли раньше на целый год надо то есть вот тебе пожалуйста почему ты решил что в этот раз например не будет другого паритета или такого же как во времена 300 шатова xbox а то есть вариантов как сделать хорошо масса смогут ли они это сделать мы не знаем но я очень надеюсь что смогут потому что ну сильная sony это конечно очень классно и круто если ты фанат sony а вот с точки зрения такого геймера который играет на всем чем угодно но это плохо лучше когда есть конкуренция если лучше когда есть конкуренция реально что-то значит ну то есть когда знаешь там игра выходит там только здесь и больше нигде вот иди покупай иди на эту экосистему а не на эту а так получается что выбор у тебя в общем-то без бессмысленный потому что что одна консоль которая выглядит как у пойми что стоит у тебя за телевизором что вторая консоль как который вы для хуй пойми что стоит у тебя за телевизором и тебе просто похуй на чем играть понимаешь поэтому хочется чтобы была сильная конкуренция хочется чтобы из босс хотя бы наравне играл с этой историей но вспоминая потому что упаковина я прошлое на эту надежда у меня мало но хочется мы пока что ждем конференцию microsoft а которую обещают фил фил напоминаю вам каждый год или несколько раз года говорит о том что наша будет strongest line up ever мне понравилось как у нас ярослав запустил на картинку наш там чатик общий где фил спенсер каждый год говорит одну и ту же фразу только разными словами но то есть вот основной line up ever понимаете каждый год просто реально каждый год и поэтому если честно доверие конечно не особо ну есть но мы посмотрим она буквально вот через пару дней будет конференция микрософта хорошие обязательно мы что-то знаешь как это звучит в выпуске расскажем . звучит 2014 год the best line up in a long time 2015 год greatest games line up in xbox history 2016 год our most special years ever 2017 год more exclusive games than in 2016 то есть чем в предыдущем году 2018 год the microsoft biggest xbox show ever 2019 год we're going big for e3 ну то есть блять каждый год одно и ждем ждем слушайте говоря по microsoft у microsoft не только есть xbox но еще и операционные системы и на неделе неожиданно признаки жизни подала windows 10x что такое windows 10x это обновленная десятка которая поставила себе целью как бы оптимизировать абсолютно все кишки винды дропнуть по максимуму легаси код оптимизировать те вещи которые тянулись там проблем ну то есть прямо сейчас десятки по моему 4 или 5 интерфейсов очень разных и если постараться можно найти ошметки интерфейса 98 винды в общем то то есть система достаточно неоднородно и зависимости от того как глубоко в эту кроличу нару ныряете все становится хуже и хуже то есть если вы один юзер вы видите этот пвп если вы продвинутый юзер вы уже смотрите на интерфейс xp а если вы юзер прям такой по хардкору да если в админ то там вообще вайбы 95 винды иногда бывает я просто вам напоминаю что в момент когда вы хотите посмотреть настройки драйвера и там даже не драйвера типа настройки экрана да 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 три разных типы интерфейса настроек экрана большинство из которых друг другу дублируют и у вас реально вы открываете три разных окна они не дублируют друг друга и ты такой короче бац и сраться синтаров рука за основ 800 рублей я вам дам играть где угодно это могли отличные стикеры с марио спасибо алекс и у нас там 1600 рублей сообщение содержит слава благодарности за ваш подкаст и пожелать всего процента не пассива там спасибо короче да и вопрос вот смотри это винда она для чего нужна ну то есть она на что наш то что она рассчитывает ну чтобы чтобы в первую очередь винду привести в менее загруженное состояние разгрузить ее и в общем-то облегчить дима еще лучше это винда которая следует по пути мака который берет и просто говорят все теперь запускаем только 64-битное приложение и типа все остальные идут в хуй просто и мы делаем деприкейшн всех 32-битных приложений маша что было раньше розетта стон пи пи си нахуй свои писюны убрали блять пошли отсюда короче и вот вот это ну с учетом того что есть винде есть встроенный гипервизор я думаю что в принципе почему бы и нет вопрос другом вот здесь вот то что мы мы открыли вот ссылочку да там написано что первое время у с не будет поддерживать 32-битные программы классический вин 32 вопрос я целиком за унификацию мне кажется что это классно и я за у в п приложения пусть они сделаны как говно но погублять за ними будущее все это понимают но винда не потому что индуский говно хотя наверное поэтому тоже потому что там индуский говно код а потому что она тащит за собой возможность запустить блять абсолютно любую программу со времен наверное я не знаю windows 2000 наверное то есть вот 20 лет и ты за эти 20 лет может запустить но почти любое по и это классно но то есть если тут возьмешь и просто вот так нахуй обрежешь если а если у тебя понимаешь это винда создана на мой взгляд мне кажется в первую очередь для юзеров аля знаешь твоя бабушку и твоя бабушка твоя мама или твоя сестра то есть это люди которые вы срать и сосрать ебали поддержку приложений 20-летней давности им надо чтобы операционной системе все было просто и максимально понятно и однородно вот как мак то не знаешь как мак то есть это попытка сыграть даже не на фоне мака это попытка сыграть на сторону айпи айпада условного да конечно это я думаю и во многом 10x это в том числе системы которые пилят под то чтобы потом ее подружить с армом очень хорошо делать ультрабуки какие-то трансформеры и прочее прочее потому что сейчас например на трансформерах у меня у жены есть старенький дел который мы покупали когда написал диплом вот это как раз два в одном такой трансформер и вот у него есть серьезная проблема именно интерфейсная потому что 10x очень сильно напирает на touch touch интерфейс десятки полнейшая лютая неописуемое говнище что все проще пацаны дело в том что microsoft отлично понимают что вообще windows на данный момент является огромным неповоротливым монстром который из-за того что хранить себе огромное количество legacy кода legacy поддержек и так далее да он позволит тебе запустить игру с windows xp какой-нибудь очень хуевенькую всратую говняную игру да позволит но у тебя все новое дерьмо которое у тебя запускается как бы будет там охреневать понимаете я вспоминаю просто как бы в этом плане альфину помните которая такая типа говорила о том что ой там дэс трендинг говно акадима вот всех переиграл вот это все короче пика гейминг вообще вот как бы вот вот под дима говно я такой типа понимаю что она реально запустила на windows 7 дэс трендинг у которого минимальное требование windows 10 и я боюсь что таких людей довольно много которые сидят на windows 7 потому что им кажется что здесь более братан ты ты просто не представляешь люди на xp до сих пор сидят этот про windows 7 если мы рассуждаем с позиции людей которые ну типа условно геймеры за которые сейчас эти стой стой дим сейчас эти скажу стой вот я смотрю сколько весит папка windows вот сейчас у меня на актуальной моей машине да папка windows файлов 56 60 тысяч 69 70 стойте в прямом эфире 89 тысяч сто четыре тысячи файлов погоди 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 она занимает сейчас эти скажу сколько это просто операционная система для комплектера и пока считаешь я вот я за 20 гигабайт юристы nintendo занесли на 100 рублей сук и заслужу вас за использование образа марио спасибо тебе юристы урода был скорость на 200 рублей давно не заносил майков стримите завтра кстати мы пока не знаем четверг пока не знаем может быть будем делать комментарии как мы делали с у нас еще на свече на твиче скорей что успеем и сможем короче папка же что нас не забанили папка windows сейчас весит на диске c 27 гигабайт ты чего это много в чем поле для операционной для для операционной системы это ультра дохуя допустим у тебя я не знаю какой-нибудь ноутбук трансформер с ssd на 128 гигов или на 256 очень много для операционной системы то есть это к вопросу про то что винда перегружена там куча лишнего говна от которого можно спокойно избавиться оптимизации поэтому проект windows 10x он очень нужен а суть новости то в том что его задерживают потому что в разработке 10x возникли проблемы и первые устройства появятся только в начале двадцать первого года проблема поддержка типа знаешь кто-то из microsoft внезапно наш такой на завтрак приходит там типа утром вот это все такой глаза черные вот это все подходит а там типа раджеп стоит он говорит раджеп привет как твои дела он такой говорит бля пиздец что-то вообще будет раджеп раджеп я хотела это на чем-то там работаешь короче он говорит да я вот напомнишь windows 10x над чем на чем windows 10x хочу такое вы даешь ты рассказывал две недели назад короче новин расскажи я не прямо виду 10x но это тип вот мы убираем все лишнее делаем такой типа bear bones чтобы она работала там сама по себе я типа все очень быстро говорит а ты тип один делаешь но нет настроек нормально вы зря иронизируйте мне кажется что пусть допиливают проблему в том же пилит задерживать переход к сожалению это так то что то же самое историю как у мака с р.м. переход будет нихуя не плавно ну то есть вот он пиздец тяжелым это мутацкая херня помните как люди ломались я на ряда на я вас уверяю что в определенный момент apple сдаст заднюю и сделает в итоге компилятор какой нибудь хуйни которая будет на 32 который будет приложение хотя бы 64-битные маковские просто вот текущее приложение просто или перекомпилировать или прямо на лету в виртуалках или в чем-нибудь будет запускать их потому что ну как бы народ просто придет и скажет окей эблтон лайф подаром не оптимизировали вы помните как у людей ну я думаю старперы помню там как кому за 30 бомбила от висты пиздец как бомбил от висты у людей просто адски при том что я на висте сидел до выхода семерки абсолютно спокойно так вот пацаны windows 7 это та же виста только со скином другим и с увп поиск с uac по умолчанию не таким агрессивным а так это одинаковые операционные системы в плане юзабилити и прочим и в этом и так семерку все приняли на ура и до сих пор на ней сидят ну что работа лучше чем вистан согласии это при всем при том что ее очень быстро починили сервис паком но point не в этом кстати xp релизной тоже было от пизды было вот я просто к тому что а это был только интерфейсный момент а вот когда еще и под капотом затрону то это будет реально взрыв кабачка в коляске с поносом да особенно у корпоративных клиентов бомбанет на самом деле потому что частные клиенты ну они так вот а в корпоративной среде до сих пор xp используется они по моему до шире на середине я тебе напоминаю что используется не только windows xp но и windows и бедит а я ведет до который как бы вообще отдельная совершенная история а он используется просто там в сотнях миллионов устройств как бы и ну там сам понимаешь а своя история но я думаю если честно что упор на условную бабушку которая покупает ультрабух и которую нужно примерно нихуя этот упор будет все меньше и меньше в майкрософте когда они начнут осознавать и понимать что все те самые люди которые могли бы купить ноутбук которым нужно примерно просто браузер что все эти люди переметнулись стан владельцев смартфонов и планшетов потому что люди которые пользуются которые пользуются виндой и в них все меньше и меньше и меньше людей которые как бы их пользуются типа тупо набрать документы в браузер ну то есть этих людей реально все меньше об этом как постоянно говорят все исследователи рынка которые там ходят в индию латинскую америку там и так далее потому что они говорят что тот человек который условно там где-нибудь пригороде бомбея мог бы купить себе там какой-нибудь говняный е е писи там или какой-нибудь говняный ультрабук он скорее в себе себе его не купит он у него уже есть смартфон все его задачи закрыты смартфоном все ему не нужен ноутбука вообще в принципе и поэтому все вот эти истории типа про чуваков которым нихуя не нужно как бы они все отпадают поэтому остаются люди которым как бы счет что-то типа серьезное на самом деле нужно ну там или серьезные игры или серьезные там какие-то задачи в офисные серьезные программы там и прочее и вот этих людей которым нихуя не нужно их все меньше И я боюсь, что Microsoft может на этом Очень сильно напороться Катан заняться на 100 рублей До сих пор пользуюсь iMac 27 дюймов 2011 года купленный за баслословный Казалось бы 100 тысяч Не знаю сколько там что весит, но и с нам выходит моментально У меня маймо этот MacBook 15 года, я с тобой абсолютно согласен Я абсолютно согласен с тем, что Windows XP на современном Компьютере летает Зальфину было обидно, занялся на 100 рублей Тимур отвратительный токсик Ну вот Дим Дима джанялся на 400 рублей Чей граммарли Тимур И там был стикер С украинским флагом Кстати мы уже говорили ДТКД и если вы вдруг Не слушали, мы всю эту историю С украинской темой Всю рассмотрели в ДТКД номер 55 Пожалуйста, погите, посмотрите Мы прям все по полочкам разложили Если что, граммарли американский Потому что он сделал Потому что это компания в доловыре Интересный заход Слушайте, поэтому сами понимаете Пацаны, давайте закончим с новостями Их на самом деле было так и очень-то и много На неделе Ну, ты знаешь, как бы у нас тут все равно Тут как бы немножко новости Немножко впечатлений будут Но мы хотели перейти, наверное, уже второй раз За наш подкаст К теме проходничка Крепкого середнячка Крепкого середнячка Про самурайчиков Понимаете, ну такое Ну понимаете, вот есть игры гениальные А есть вот хуйня Ну такое Ну такое, да Короче, вот крепкий середнячок Подходите ближе к названию темы Я вам каждый раз говорю, что Прежде чем вы начинаете свои долгие переходы Надо точно сказать, о чем идет речь Слушайте, мы на самом деле Вне даже впечатлений и так далее Так как это довольно важная тема Которая сейчас всех касалась На последней неделе Хотели поделиться своими впечатлениями Некоторыми там интересными Какими-то изысканиями Наблюдениями И наблюдениями по поводу Как раз Ghost of Tsushima Вот Это, по сути, главный эксклюзив Месяца Я бы даже сказал, что для многих людей Кому не зашел за вас класс Это был главный эксклюзив Лето вообще Ты видел, кстати, как у Сони Боев Сейчас гражданская война началась? Вот этих вот людей Которые, знаешь, там Ну я там не знаю Вообще эксклюзив не было Это на самом деле Между собой Спорят пекари, понимаешь? Просто забавно То, что человек идет на метакритик Ставить отрицательный отзыв Там Ghost of Tsushima Ставят ему там ноль Или там единицу И у него в профиле Last of Us Поставлена десятка Ну то есть Как бы Такой тип Ты в состровную воюешь Точно? Парень И дихоилу поставить Единицу Чаще всего делают пекари Потому что им скучно Хотя могли бы До страны играть Мне больше всего Вот пока мы еще не начали Про свои впечатления говорить Я хотел бы Вот маленькую штуку Проговорить о том Что Было очень смешно наблюдать Как на фоне Российских игрожуров Именно не западных Потому что Ну типа Русские геймеры Зачастую Как и Не попадают 70-80% Российского населения И не знают английский язык Из-за Я сегодня Я сегодня смотрел статистику Есть такой сайт Который собирает Стату людей Которые вот в онлайне Играют в игру Да И они Разбивают ее по странам Ну естественно Как бы Ты не можешь определить Да Из какой страны человек Там То есть у него регион Например По региону аккаунта По региону аккаунта Они смотрят Да И могу тебе сказать Что вот Ghost of Tsushima Это 1,6% Владельцев игры От всего мирового Ну то есть понятно Что 40% Играет в Америке То есть самая большая Основная масса То есть Мнение русских геймеров 1,6% Серьезно От рынка Да Примерно Короче Я просто к тому Что вот Русские геймеры Они не привыкли читать На английском языке Поэтому они слушают В основном Так или иначе Русских агражеров А до момента Выхода игры Им опираться не на что Кроме как на видосы Которые выпустил Собственная сама Sony И на то что Рассказал условный Логминов Там Вадим Елистратов Там И остальные Товарищи Типа того же Самого Завтракаста Который За несколько дней До релиза Тоже умудрился Что-то рассказать И Люди Берут и говорят О том что Ну Вообще Консенсус Такой что Игра говно Скучная Параша Которая Всем надоедает Я хочу Закончить мысль Хочу сказать О том что Люди Говорили Консенсус И вот Ты смотришь Как на DTF Такие Все люди Никто не играл Потому что Игра еще не вышла А они все такие Говно Говно Игра Говно Игра Параша Ебучая Все Хуйня Ебаная Говно Короче А потом Приходят люди Которые Условно Первый день Релиза Или За день До Кто-то Поиграл На диске Получил Говорят Знаете Я поиграл Блин Ну игра Так крутая Как так Все же говорили Что говно И так Все больше И больше Люди пишут Блин Ну подождите Все же писали Что говно Я что-то не понял Почему А почему Она не говно Как бы И реально Я был в шоке От того Как у людей Вот знаете Консенсус Сложился На основе Того Что говорил Там Условный Логвинов Иллистратов Игромании Куча Куча Других Изданий Потому что Все пиздец Хуйня Игра А потом Люди Начинают Играть Сами Такие Блин А игра Классная Как бы И вот Этот диссонанс Мне очень понравился Я согласен С Вадимом В том плане Что В игре Нет ничего Нового Ну то есть Она как бы Вот как Была Вот сделаны Открытые миры Там знаешь Там условно Пять лет На Комнишь Спайдермен Выходил Его же тоже За это ругали То что Там нет ничего Нового И там Тупо Эта история С вышками Раз собери все рюкзаки Собери еще Все то что было В Assassin's Creed 2 Да Но Я не согласен В том плане Что в это скучно играть Нет Не скучно Ребят Иногда Как и спайдермена Тоже было не скучно Проходить На плате Я вам просто объясню Что это болезнь Людей Которые играют Видеоигры Профессионально Они во всем Ищут что-то новое Иногда Это скорее Плохо Чем хорошо Потому что Мне понравилась претензия Блядь Ну вот Я не знаю Не будем ее Что называется Наличность какую-то Приписывать Блядь Ну вот в Assassin's Creed Гораздо больше систем И там все так живее Потому что там всего Блядь Иногда меньше Это больше Иногда игра Которая обладает Меньшим количеством Механик Но они лучше Сфокусированы Она гораздо лучше Чем перегруженный Пиздец На 120 часов Чуваки Вот И простому геймеру В это играть Получше И люди не хотят Инноваций Они хотят Стандартных Знакомых им Механик Которые они могут Вкатиться за 5 минут Но сделанных На очень хорошем уровне Что собственно Цусимы Или там Человек-паук И дают Не надо изобретать Хороший комментарий Нам пишут в чате Что как будто В Last of Us 2 Есть что-то новое Там же Геймплей На копирка На копирку первой части Да Ну то есть Как бы Это сиквел Итеративный сиквел Конечно И это флоу В первую очередь С усилием Флоу Охренительный Совершенно Ты просто В нее залипаешь Мы сегодня До записи подкаста Говорили о том Что есть иногда Вещи В которые ты играешь Просто потому Что тебе нравится В них находиться Я привел в пример Книжку Мы приводили В пример Доблатова И условного Мураками В котором знаешь Типа ничего не происходит А тебе нормально Потому что Ты читаешь это И там Типа Вот Ты в потоке Вот Тусима мне кажется Она примерно такая игра В ней В принципе Редко происходит Что-то прям Выдающийся Пиздец Но в нее Приятно играть Ну то есть Ты не можешь остановиться Я в нее играю Например Знаешь как Извини пожалуйста Я на секундочку прерву Просто чтобы сказать Что Если помните Я про точно Такую же игру Рассказывал очень давно Который многим людям Не понравилось То что Макс Вот как раз Мадмакс Для меня Стал такой же игрой Который Знаешь что Мне зашла с сеттингом Настолько Что я просто Мне было хорошо В Мадмаксе 6 из 10 Оценками До критики Там 63 что листа Читок Около того Ну то есть Наверное Цусима Примерно то же самое Но у нее Больше оценка Гораздо То есть Вот эта история О том что Люди ставят ей Высокие оценки И говорят Не слушайте Гражуров Блять А вы зайдите Нам это критик То есть Большинство игрожуров Там условно западных Поставили ей Высокую оценку У нее в Японии Просто 8 из 10 Это много На самом деле В Японии У нее сраться Ебаться Прием Ей Фомицу Воткнули 40 из 40 Как западная игра Бля Больше всего Пацаны Я удивился Знаете чему Я в титре Слежу за кучей Японских художников Вот И почти все из них Играют Естественно Сусиму И шарят И просто Бля Да Там видосы Вот это все И знаете Нам типа говорят Нет Вы не можете Увлекаться игрой Гайзенов Они же апроприируют Вашу культуру Ты знаешь Мне привели Хороший пример История в том Могут ли люди Которые Условно Сядут в Сиэтле Такие Все из себя Американцы Сделать игру Про японский Сеттинг И не запихнуть Туда кучу И не обосраться Могут Ну то есть Как бы Вот да Пример японцев Показывает то Что они могут Но Мне привезли Хороший контрпример В твиттере Мне сказали Ну ведь Смотри Вот есть Редалер 2 Пиздатая игра Хорошая игра И русские Ее очень любят Но она же Клюквенная Просто Блин Вот просто Полный Пиздец Потому что Вкус нужен В первую очередь И вот с этим Я думаю Для лично Для меня Сусима Этим и выделяется Потому что Геймплей На там уже Все обсосано И тему все Рассказывал Она эстетически Охуительная Я не могу В нее играть Я прошел Меньше Динки Потому что Я постоянно Захожу в фотомод Там охуенный Фотомод Зависает Фотомод просто Реально все Абсолютно При этом Там шикарный Один из лучших Что я видел На этом поколении Реализации HDR Во многом Потому что Там шикарный Арт То есть Вот знаете Эти претензии Графика в игре Посредственная Потому что Она мало детализирована Блядь Это не мало детализирована Там охуенная Минималистичная Стилистика Это стиль такой Тут скорее Надо понимать Что это не дается Игре просто Ну то есть Эти виды Которые Типа красивые И количество Огромной Чистительств На экране Мы поплатились Нормальными Отражениями Потому что На них Блядь Лучше Без слез Не взглянешь Они там Серьезно Ну это у нас Во всех Опин Мы поплатились Мы поплатились Огромным количеством Объектов На которые Персонажи Не реагируют И как только Ты начинаешь Замечать Эти мелочи Вот они реально Мелочи Как только Ты начинаешь Замечать Понимаешь Что это все таки Не такая игра Которая Знаешь Блядь Вот вылизаны Как там Условно Ласт У вас Где там Блядь Пять миллионов Анимаций И все круто Нет Это игра В которой Ты садишься Не в том костюме На лошадь Сквозь бок лошади Вот так вот Блядь Пролетает Ну потому что Нету коллизии Да на нем Обрастишь ли ты На это внимание Я вот не обращаю Мне как-то похуй Но То есть Или там например Идет когда персонаж Вверх по горе Да у него нога Проваливается Сквозь Текстуру горы Ты тоже на это Фуерню не обращаешь Внимание Это мелочь Но Но Ты понимаешь Что наверное Есть Есть вещи Которые Вот ради Такого графона Надо было Подступиться Что называется Вот Но я могу сказать Что я В Цусиму играю Не так как все Не так как Тимур В нее играет Который защищает Каждый вопросик Я в нее играю Я в нее играю Как в Роуд муви Ну то есть Вот условно Ты скатишь На лошади О Меня куда-то позвали Знаешь Там какой-нибудь Там NPC стоит Надо подойти Поговорить Пошел поговорил Это послал меня туда Я пошел дальше Знаешь Флоу Да Флоу Я могу сказать Что если посмотреть На мою карту То Симе Она Знаешь Таким Типа Непонятными Обручами ходит Потому что я Вверх пошел Там обошел Блядь Хуй знает куда То есть куда угодно Только блядь Не на основной квест То есть вот По всей этой карте Туда-сюда бродил И мне очень нравится Такой урод Геймплея Мне интересно Скорее Как быстро Меня это заебет Ну потому что С другой стороны Да Понимаешь Тут еще Что классно Мне что дико нравится В Сусиме Почему Мне кажется Она тебе не заебет Несмотря на Повторяемость Одинаковость Там очень круто Мне кажется Вот это можно Приводить в пример Другим разработчикам Особенно тем Кто пилит Знаешь Одну такую серию Проубить в капюшонах Блядь Как они сделали Боевую систему Она охуенная С той точки зрения Что она Шикарно чувствуется То есть ты чувствуешь Холодное оружие Ты чувствуешь Моментум Ты чувствуешь Вот это давление И это очень классно Потому что Они убрали лог Его в игре нет И сначала ты бомбишь А потом ты понимаешь Зачем это сделали Чтобы у тебя Вот этот был момент Неконтролируемого Неконтролируемой схватки С несколькими противниками Но в то же время Это тяжело Привыкнуть к этому Ну то есть Я могу сказать Что есть люди Которые мне писали Что бля Я поиграл два часа Блядь невозможно Я просто нахуй удалил И блядь Когда-нибудь Скорее всего никогда Ну то есть Я могу понять этих людей Потому что Мне самому было Непривычно С самого начала игры Да Потому что я привык К боевке Как в условных соусах Да То есть ты наводишься локом И ты стоишь Такой типа Весь из себя А здесь не так Здесь не так И с другой стороны Я понимаю Почему так сделано Ну то есть Это упрощение В каком-то смысле Это упрощение Именно для того Чтобы Человек Который вот Типа условно Захотел почувствовать себя Классным Такой Дашь Пауэр фэнтези Пришел Хочу почувствовать себя Классным самураем Блять Получаешь пиздюлей Получаешь пиздюлей Но спустя там Буквально там Час-два Когда ты уже разобрался Ты начинаешь Обратно пиздюлей Отдавать врагам При этом Да Второй момент Который там классный Помимо вот этой Вот боевой системы Которая очень хорошо Балансирует на грани Между глубиной И доступностью Очень здорово На мой взгляд Меня очень радует Что в игре Очень Несущественно Влияющие на геймплей Ролевые элементы То есть они есть Есть прокачка Есть крафтинг Есть там Сбор ресурсов Но в принципе Игра проходится В том же флоу Что старые Ассасин скрида Это в первую очередь Экшн адвенчура И во вторую очередь Это игра про прокачку Или про дрочу На какие-то ачивки Это охуительно Я очень Пойду Я очень Которые Сделывают видосы О том Что Я прошел Гостас Не прокачав Вообще Ничего Не имею Почти уверенно Просто так и будет И это классно Это на самом деле Реально очень здорово Потому что Современные игры Особенно в открытом мире Они тяготеют К РПГ элементам Просто потому что Так принято И например В том же Ассасин скриде Это просто уже натурально Раздражает Какие-то доски наемников Динамически обновляемые Какие-то уникальные Шмотки Братан Это претерианец 15 левела Поэтому 20 ударов Топором ему в голову Делают Нихуя Просто ты играешь в игру Про ассасинов Где ты не можешь Ваншотнуть врага Из стелсом Ага Вот примерно так Гостас Ну вы ругаете Те вещи Которые сделаны Я не ругаю Он перпает Что называется Они сделаны специально Я понимаю Для того чтобы Одиссея была Такой игрой В которой люди Залипают Месяцами Выходит новый Патч на контент И люди Залипают в него Это сервисная игра Я просто говорю про то Что вы Не ждите от игры Одиссеи Это вообще глупое сравнение Не ждите от нее Ориджинс Не ждите от нее Современную Опенворлд С прокачкой Если вы хотите Здравую аналогию Это Ассасин Скрит Ревелэйшн С Японии Или Если вам не нравится Ассасин Скрит То я бы сравнил ее С Бэтменом Но только не тот Который Аркем Просто Асайлом А тот который Аркем Сити Или Аркем Найт Именно Сити Да Ну то есть Скорее даже Аркем Найт То есть Это Игра В которой Весело И интересно Пиздится с врагами С монголами То есть Вот этот момент Еще мне понравилась История То что Порадовала история У меня то что Мы с Тимуром Оказывается по разному В нее играем Ну то есть Тимур прокачал Себя такого Средневекового Бэтмена Он кидает гаджеты Хуярит там Бомбами Стойки переключает Еще какую-то Хуйнюю пользуется Я в основном Я откатываюсь от чуваков Типа переключаю стойки И под каждого Конкретного врага Специальным образом Подхожу Я все делаю На репостах Вообще все Я перекатываюсь Я иногда лук Применяю Блин Это классно Потому что каждый Может подобрать Свой стиль прохождения Опять же Отличное свойство Особенно в индустрии Которая погрязла В копировании соузов Ну реально погрязла Давайте скажем честно Все уже начинают Просто бездумно Копировать многие элементы Игра не диктует тебе Стиль прохождения Нравится тебе монголов Валить репостами Пожалуйста Нравится тебе их валить Луком Хочешь чисто по стелсу Хочешь чисто по стелсу Пожалуйста Играй как нравится Конкретно Именно тебе Враги не являются Губками для Мечей Как это сделано В Одессе Вот Они ваншотятся И самая офигенная фишка Которая такая Знаешь Чисто самурайское кино Оно называется Стенд оф Когда ты можешь Подойти к группе врагов Нажать на дипаде Вверх Он такой Ну-ка Самый сильный воин Этой группы Подойди ко мне Померяемся с силой И тебе надо вовремя Нажать кнопку Точнее Зажать ее Ты зажимаешь Кнопку сильного удара Он тебя держит руку На ножнах И в момент Когда к тебе подходит Враг Ты должен ни в коем случае Не отжать кнопку В момент Когда например Враг тебе Типа 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 Подначивает Ты такой Типа Ну давай Сюда Хорошо Потому что Если что Ты просрешь Потому что Ты пытаешься Ебануть врага В этот момент Он сделает маневры И тебя ебанет Почти смертельно У тебя останется Там Десятая часть здоровья Да А если ты стенд-офф Выиграл То есть враг На замахе Ты успел Отжать кнопку Точнее Отпустить ее С одного удара Супер Стильный Фотомодный удар Как я это называю Причем ты заваливаешь Даже самого сильного Врага Да Да Я не понимаю Серьезные претензии Ну ладно Хорошо Претензии Вадима Я еще могу понять Претензии Логану Это просто Какие-то Очень странные претензии Причем Я посмотрел Его ролик И Я думаю Ну я не хочу смотреть Весь ролик целиком Дай-ка я просто Оттуда дерну Субтитры с ютуба Которые автоматически Генерируются Цитаты И посмотрю Че же он там Про игру-то наговорил Ну наговорил Он много всякой ерунды Но у меня так сложилось Полное впечатление То что он мне поиграл Ну максимум час Ну то есть Он даже титры Не видел вступительных Чеку настолько Не зашло Ну то есть Я С одной стороны Мне в каком-то смысле Бомбит в этом плане А с другой стороны Ну блин Люди Все-таки игры Это знаешь Не 100 рублей Они должны нравиться Всем Ну то есть Есть ли такой вариант Что вам Тусима не зайдет Уверен что есть Но так получилось Что нам В завтра касте Она зашла всем То есть И мне И Максу И Тимуру И то есть Мы такие Блин А игра-то На самом деле Клевая Самое интересное С Тусимой И Максом И Димой Заключается в том Что я ее купил Заказал Причем я купил Максимальное издание Потому что там Разница такая Что можно и доплатить И Димка такой Ну блин Макс Ты знаешь Мне так лень Ее качать Я так не хочу Это делать Я когда Димке такой Пишу Какая она клевая Сутки спустя Дим А коль ты проспал Мы стримчихо Гулять Я в Тусиму Шесть часов играл Это правда Я хотел на самом деле Маленький комментарий Сделать по поводу Тусимы Которого мы Еще не затрагивали И на самом деле Мало кто затрагивает Дело в том Что тут Катаку взяли интервью У разработчиков Тусимы И выяснилось Что на самом деле Они же сделали Совершенно безумнейшие Ачименты В плане Графики и программинга Вообще игры Не в смысле Ачимки А в смысле Достижения Их Достижения Технические Да Потому что Например Напомню вам Что Сусима В отличие от многих Open World Игр Супер быстро Загружается Да И мгновенно Ну то есть Вы берете И делаете Fast Travel На другой конец Вообще мира Проще пример Проще У вас там Типа за 10-15 секунд Просто все загружается Проще пример В фотомоде Можно настолько Радикально Менять окружающую Картинку Погоду Положение Облаков Количество Частиц Коя позы Там прочее Говно Выйти из фотомода За секунду Мир откатится На исходное состояние В том числе В том числе Короче И суть в том Что типа Они настолько Сильно Оптимизировали Работу Игры Систему Загрузки Систему Программинга Загрузки Систему Межпрограмминга То есть Как вообще Там типа Сетка полигонов Распространяется Как там Текстуры Загружаются Они Все настолько Сильно Оптимизировали Что во первых Мало того Что игра Буквально Fast Travel Загружается Супер быстро У вас В момент Когда вы Например Умираете Релот Вашей Последней Точки Происходит Тоже Супер Гипер Быстро Они Например Берут И заранее Делают Предикшен Какие Вообще Вам могут Понадобиться Потенциальные Ассеты В момент Когда вы Загружаете Что они Не выгружают Все Знаете Как обычно Люди делают Они все Выгружают И загружают Все заново Они понимают Что типа Вот вы сейчас Можете Пойти туда Или вас Убьют И вы Загрузитесь Туда Короче И вот это Все И они Все Держат Памяти Необходимое И не Выгружают Все А выгружают Только то Что типа Как бы Не нужно И подгружают Только то Что нужно В итоге Скорость Загрузки Там просто Астрономически Быстро Я могу Сказать Что я Ни в одной Вообще Игре Опенворлдовой Такого Не видел На этом поколении На консолях Точно Да Потому что Какой-нибудь Там Спайдермен Не говоря уж А усатой GTA 5 Как бы Вообще Ничего Не может Сравниться Потому что Я могу Привести К примеру Похожего Масштаба И похожих Кстати говоря Людских Ресурсов То есть Например Одно из Главных Проблем Многих Людей Даже Кому Игра Понравилась Дейсгане Были Постоянные Загрузочные Экраны Да Они так и не смогли Эту проблему Перебарить Многие Жалуются На то Что В госфуту Семья Мир Якобы Не очень Там Типа Проработанные И так далее На самом деле Конечно Он очень красивый Мирный проработанный В смысле Мирный проработанный То есть Смотри Ты идешь Ты понимаешь Что там Локация 200 на 200 метров В обычном мире Вне деревни И так далее Занимает 2 мегабайта Памяти Нет Я уж не говорю Про тот факт Что ты идешь По красивейшему Сука Полю И кстати Вот это Охуенно В картинке Цусима Там все живое Все шевелится Все колышется Это очень здорово На основе современных Ну на фоне Современных Статичных Опенворлдов И идешь Мимо тебя Пролетает птичка Мимо тебя Пролетает еще что-то И тут Бежит лисонька И ты бежишь За лисонькой Да Но ты понимаешь Что Ты понимаешь Что То что ты Описываешь Поле На котором Шевелятся Листики И деревья Или там Цветочки Это Пустой Открытый мир Потому что Тут нету Симуляции жизни Тут не ходят люди Знаешь Еще раз Тут не ходят караванщики Условно Иногда Иногда Меньше Это больше Иногда меньше Это больше И к тому же Там есть Очень крутые моменты Которые Гражуры Почему-то Не подсвечивают Знаешь Это как раз То есть Вот ты освобожаешь Что вон посты Какие-то Деревни Какие-то места И туда Возвращаются Жители Да Как Ведьмакей Как Одиссей Прям Один в один И с ними Можно поговорить Узнать Какие-то вещи Я просто К тому Что Вот этот Крытый мир Который Кажется Пустоватым Он сделан Таким Специально Потому что Это сука Тринадцатый век Это Япония И не очень Многу народу Да Понимаешь Что тогда Жил там Кому же Цусима Это же Периферия Япония Там же Есть момент Когда Например Ты идешь Куда-нибудь В отдаленную Часть Цусимы И там Маленькие Острова Скалы И так далее И ты смотришь В них И думаешь Вот Там какая-то Скала Какие-то Водоросли И нихуя Не проработано А потом Знаешь У меня реально В голове Возникает мысль Такая Так Я же был на море А что там Может быть Нихуя Там не может быть Там просто Скала И просто Водоросли Ну так обычно В мире И бывает Настоящим Да Там нихуя Не будет Там не будет Какого-то Рандомного чувака Который Тебе будет Что-то махать Нет Это просто Ёбаная скала С ёбанными Водорослями Все Так это В мире Если сравнивать В лоб Вот если Сравнивать В лоб В Одиссее Гораздо больше Контента Вот именно В плане Того Чем можно Заняться Да Но Мне кажется Что иногда Вот есть моменты Когда Тебе не надо Выбирать Ну то есть Вот мне Я Я просто Не считаю Нужным Выбирать Между двумя Играми Знаешь Там люди Горят Бля А что лучше Одиссея Или Лучше Госсов Сусима А нахуя Мне нравится И та И та Игра Просто Кажда В своем Стиле Вот и все Я в принципе Согласен С Димкой Но Говоря про Сусиму Еще вот Понятны Вещи Про которые Мало говорят Они в игре Охуительные Реально Охуительные Во-первых Там Абсолютно Охуительный Саундтрек И Вот Знаете Как сказать Момент Вступления Да То есть Мы не говорим Про Интро А именно Вот тот момент Когда тебе Показывают Логотип игры И вот это Формальное Начало Игры Начинается Блять Он охуительный За счет Саундтрека Просто Вот Когда появляется Этот титр Голоса Сусима Ты Такой До мурашек Да Дерьмо Началось Да А еще Я могу сказать Что Это вот та игра В которой Просто приятно Играть То есть Просто приятно Находиться Да Ты приходишь В такой заебанной С работы Включил И тебе вроде как Даже неплохо Даже хорошо Да Она меня спасает Очень сильно Слушайте пацаны Да Вот мы сейчас С вами Такие знаете Прямо елеем Проходимся Мы любим Этой игре Короче Да Но У меня есть Сейчас знаете Совершенно неожиданный Переход Давай Который знаете Такой прямо Такую огромную Жирную Просто гигантскую Такую Прямо банку дегтя Выливает во все то Что мы сейчас Рассказали Те сэвы побились Да Не-не-не Дело в том Что Так получилось Что Случайно В интернете Буквально на прошлой Неделе Нашли Сайт Где Типа люди Ну там Всякие 3D артисты Там и прочее Размещают Свои портфолио Типа Или где-то Свои крутые работы Знаете Типа Алиартстейшн Там и так далее Но только там Типа сайт другой И на нем И на нем Случайно Нашли Целую Огромную Демо Демо Версию Прямо целый Знаешь Vertical Slice Который по сути Явно делался Под какой-то Из E3 Или там Типа Под инвесторов Знаете Показать Скорее всего Это внутренний Питч Ну типа Или внутренний Питч Знаете Типа Который делали Вот Под компанию Типа Смотрите Что мы можем Ну как вам Типа Если нравится Давайте типа Делать Вот Это игра От Сакер Панч Которая называется Профиси И которую Отменили И Чтобы вы понимали Что такое Профиси Как бы да В двух словах Поскольку вы Возможно В нашем канале Могли не видеть Например Геймплей Это настоящий Ассасин Скрит Только Про Чувака В таком Выдуманном Хай фэнтези Стимпанковом Да Таком Хай фэнтези Мире Я в попытках Найти Запись этого Видеоролика Ну вот Профиси Зашел на полигон А там знаете Откуда видео Эмбеднуто Из Вконтакте Из Вконтакте Да Да Сука Везде выбили Да Сейчас же все Используют ВК и ВК Короче Для этих целей Короче Профиси Это игра Про алхимика Который Естественно Прячется И является Самым разыскиваемым Человеком Страны Фантазийный Какой-то Это типа Англии Вот И как только вы посмотрите этот геймплей Вы поймете, что Ну прям Вы увидите целых юнитов Механики Анимации Арты Ассеты Из Гостов Цусима То есть вы поймете, что Они несколько сеттингов прорабатывали Короче Они реально По-настоящему Просто Взяли эту игру Пичли ее Это был супермасштабный проект В огромном городе С лазанием по крышам Ну прям вот как Ассасинскрит Только с суперклассными Всякими механиками Борьбой С сюжетом И рюкзаком Из Инфеймуса Ну он там Не так Чтобы прям виден А вот бомба Например Из Цусимы видна И лазание под подполом Из Цусимы тоже видно Да там анимации Такие же Даже похожи Да Короче То есть там даже враги Там есть прям враги Закованные броню Как выглядят Вот прям один в один К монголы Да Вот эти жирные монголы С огромными мечами И Реально Вот Это игра Из которой выросла Цусима Но У меня есть смутное подозрение Что Поскольку уже известно Что они ее якобы закрыли Что они поняли Что масштаб Они Как минимум На PS4 Не вылезут А что такого там масштаба Что такого там масштаба Ты знаешь У меня другой момент Я посмотрел на игру Вот знаешь Независимым взглядом Максимально Открынув свою любовь К Сакер Панч Потому что Я очень люблю эту студию Еще со своей купера Я могу понять Почему ее отменили И почему ее переделали В Голосовцу Симу Там есть Пиздатые моменты Связанные с Этим Как его звать С механиками С анимациями Вот с этой Не с рукопашной А вот с холодным оружием Которые перекочевали В Тусиму Но сеттинг Вот ты на него смотришь Он не кокущий Совершенно Хуй знает Вот ты знаешь Я могу сказать Меня очень заинтересовала Эта идея Меня прям очень заинтересовала Квази-звездная пыль Она вся такая Серо-коричневая Визуально Как знаешь Как будто игра Для Xbox 360 Ну я бы не так и не сказал А ты знаешь Она похожа чем-то На Assassin's Creed Syndicate Потому что сеттинг похожий И на Dishonored 2 И поинт в том Что Sony Наверное Сказали так Они сказали Слушайте Нам все нравится Мы готовы вам дать бабок Под новый проект Не вопрос Но вы выберете Сеттинг поярче Чтобы сильнее Отличаться И это было Суперправильное решение Потому что если бы Цусима Вот вышел один в один Такой же Да Но допустим Я не знаю В сеттинге Стимпанка Или там Ассасина близкого Я думаю Его бы так не хвалили Потому что Огромное количество Шарма Цусимы Именно в том Что это первое За очень долгие годы Трипл-эй С охуенными Продакшн-вэлью Конкретно Про самураев И Японию Серьезно Первое За какие годы Макс Ты путаешь Вы немножко путаете Ребята Секира Это все-таки Во-первых Соусы Во-первых Соусы Это фэнтези Да И все остальные игры Которые мы могли Получать в японском сеттинге Это какие-нибудь игры Про ниндзи Мухуганы сраные Про ниндзи А здесь ты играешь За сука самурая И за самурая Немножечко Немножечко разные вещи Понимаешь То есть плюс-минус Я тоже в этом в плане Ну может быть Даже немного разочарован Цусимой То что это не условный Там тенчу Да Про ниндзи А то что это игра Про самураев Но с другой стороны Вот как правильно пишут Я хотел Самурайский боевик В стиле там Словно Акура Курасавы Курасавы Да Чтоб вот эти вот все Нани Оттащи Вани Хонгол Раз удар мечом И все сдохли Ну то есть вот Так да Еще чтобы дождь шел И Листочки Цакуры Так падали на меч Вот Пожалуйста Я его получил То есть Мне кажется Это единственная На моей памяти Игра про самураев Ну кроме Какого-нибудь там Стратегии Типа Total War Как он там блять Шогун Как он там назывался Да да Шогун 2 Да Ну то есть Это просто вот Все Все остальное Это либо ниндзи Либо блять Фэнтези Ну то есть вот Вот тебе Подожди Анимуша Это тоже фэнтези Камон Демоны Найо Тоже блять В тот же фэнтези Тоже Йокая А мы именно Про исторический А мы именно про исторический сеттинг А подождите Там был Якутзе Который Самураз Да Там Про детскую Проституцию И он Про реставрацию Мэйзик Кстати Он не вышел На Английском языке Поэтому Ладно Хорошо Окей Убедил Все Окей Короче Поинт в том Что в тишину Или как она там называлась Да Очень правильно Выбран сеттинг И при том Что они сохранили Многие наработки Они очень здорово Их перенесли И поэтому И причем я уверен Что эта игра Может действительно Ну сам сеттинг Может воскреснуть На Плейстейшн 5 Потому что Насколько Я читал По крайней мере По моему Это читал На Рассетере Что Цусиму Доделывала Не очень большая Команда То есть Когда Сакерпанч Закончили игру Вот прям Закончили ее Именно Доделывали ее Уже Не в полную силу То есть Часть студии Была переброшена На какой-то Новый проект Вполне может быть Что это Развитие Професси Я уверен Что професси Скорее всего Отменили Вот Мне если честно Немножко жаль Но с другой стороны Я понимаю Что игра Которая выглядит По сеттингу Очень похожа На условный Дизонард Она реально похожа На Дизонард Частью Да Согласен Как бы Я думаю Что она Может быть Не очень популярной Среди аудитории Потому что Людям действительно Хочется что-то Такого Типа Настолько Прямо Необычного Яркого И необычного Да Серьезно Вот Поэтому Действительно Может быть Действительно Круто Что они Это сделали Но Я понимаю Что с технологической Точки зрения Вот Та самая игра Как раз таки Професси Могла быть Намного Более Крутой Потому что Там огромное количество Зданий Персонажей Необычный сюжет Причем Профэнтезийный Потому что Там вот этот Типа Алхимик И там Типа Там был Классный момент В этом видео Где Он падает Сквозь здание Убегает Огромного количества Типа стражей И там Чувак такой Подходит К нему И говорит Бля Вы не ушиблись Это все А выходить Ты можешь И тот говорит Бля Не могу Помоги мне Тут такой Смотрит на него Такую Бля Да 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 Нет А ты точно Ходить не можешь Типа 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 Нет Я тебе не буду Помогать Такой Ты че Типа Охуел Что ты мне Сделаешь Ты ходить Не можешь Я пойду Тебя сдам За тебя же Ебаная награда Назначена Он такой Бля Братан Тебе Нет Да тебе Пизда Нет Тебе Пизда Короче И там Чувак Типа Уходит За дверь Явно Бежит За стражей Короче И ты Идешь К двери И в этот Момент За дверью Типа Разговор Да Я его Поймал Я вот Его Поймал Когда Мне полагается Часть Мои награды Он говорит Вот тебе Твоя Награда Как же Прикольно Очень Клеширует И момент Я понимаю Но сам факт Я понимаешь Я прям Захотел Поиграть В эту игру Я думаю Что-то Из наработок Эстетических Тоже В лоумпроекте Сакерпанч Появится Но в любом Случа Цусима Классная Цусима Может отчасти Хорошо Что так Получилось В итоге С Профиси И Сакерпанч Лишний раз Доказали Что они Как студия Реально растут Потому что Честно сказать Я не так давно Переигрывал В Секонд Сан Так себе Хотя график Там до сих пор Клево До сих пор Клево Кстати Раз у нас Речь Зашла про графику Раз уж Речь Зашла про графику Тут Забавная История Произошла На этой неделе Самая Контроверсивная История Интроверсивная Неделя Потому что Огромное Количество Людей В том числе К нам Приходило Спрашивать В чате В твиттере Там Везде А что вы думаете По этому поводу Вот Димка Ты можешь Объяснить Как человек Который Кабы Больше всего Писал Давай на пальцах На пальцах Есть В твиттере Чувак Который Топит За Иксбокс И Который Все Мониторит Новости По поводу Плейссейн 5 И Вот Каждую Ерунду По поводу Технических Характеристик Он обсасывает Ну как Вот Можно Обсосать Фанбой Такой Знаешь Ну то есть Представь себе Максимку Но только Который Топит За Иксбокс Точно Такого же Человека Только Наоборот И Он написал В Своем Аккаунте В твиттере Что Есть Разработчик Который У которого Не очень Много Там Типа Подписчиков Твиттер Там Что-то Около Двух Или Трехтысяч Ну то есть Такой Он же Сначала Он Сначала Кое-что Пресерчил И выяснил А потом Уточнил Разработчик Так Послушай Короче Есть Разработчик Который Делает Какую-то Инди Парашу И этот Разработчик Общается С Главным Графическим Инженером Сони В Европе Розеро Леонардо Он Итальянец И он Переписывался В директ Месседжах В твиттере И Он Спросил У него На какой Архитектуре Построена Плейстейшн 5 И тот Ему Ответил Что она Построена На архитектуре RDNA 1 Но С какими-то Доработками То есть Но это Не RDNA 2 На основе этого Для людей Которые Вообще Нихуя Не понимают Что такое RDNA 1 RDNA 2 И вообще Что это за Архитектура И архитектура Если Максимально Полностью Упрощать Ну то есть Максимально Представь себе Разные видеокарты У компьютера Вот у тебя Есть там Условно У Максимки Есть видеокарта 20-80 А у меня Есть 10-70 Вот они Чем отличаются Кроме Райтрейсинга Тем что Там разная Архитектура То есть На одной По старей Архитектура На другой По новей Архитектура То есть Есть некая Графическая Архитектура Типа Которая Использует Например Тот же самый Там Типа AMD И грубо говоря Разные Приставки Там Разные Графические Карты Построены Этой Архитектурой То есть Например PlayStation 4 Был построен На GCN Все верно И Согласно Ну этому Твитту Получается Такая История Что PlayStation 5 Она как бы На устаревшей Графической Архитектуре Сделана А Xbox Series X Сделана На новой Архитектуре И именно Поэтому Из этого Следует Вывод Именно Поэтому Если на PlayStation 5 И появится Raytracing Он будет Сделан Хуёво И игры Которые Будут его Использовать Не потянут Его В полноценной Мощности Ну то есть Он приводит В пример Assassin's Creed Вальгалу Которая Которая Якобы Будет На Xbox Series X Типа В нативном 4К С raytracing А на PlayStation Либо вообще Этого Raytracing Не будет Либо Он Она будет В низком Разрешении Работать Но в демке Epic Games Уже был Raytracing Нет А мне Raytracing Вот эта Система Аккумуляции Света Она работает На Screen Space Очень Хитражок Ну короче История История в следующем Ну во первых Как бы Даже если и так То какая нам По сути разница Да Если как бы Игры выглядят Плюс-минус Одинаково Но у меня Возникает вопрос Как так может быть Что Чувак В Твиттере В Директ Месседже С кем-то там Переписывается И вот такой Знаешь Нарыв Вскрывает Правду В то время Как Марк Церни На своем На своем Как это Хотел сказать Шоу Господи На своей Презентации Да Несколько раз Пояснил что PlayStation 5 делается Совместно с AMD На RDNA 2 На сайте Есть страничка С описанием Архитектуры RDNA 2 И там написано Что новые Консоли И Xbox И PlayStation 5 Работают на этой Архитектуре Глава AMD Президент Да Пишет в своем Твиттере Еще по-моему В январе Она это написала А в мае В мае После презентации Эпика Написала что Типа Она работает на RDNA 2 И тут внезапно Выясняется Что некий Чувак такой Типа Не блять Ну это Конечно нет Это первая архитектура Не вторая вообще Это первая Типа что-то среднее Между первой и второй Да Когда на него Начали давить Этот Розер Леонарди Пояснил свои слова Ну следующим образом Что PlayStation 5 На самом деле Это сильно Переработанный чип На основе Технологии AMD И поэтому Ее нельзя Причислить Ни к одному Из поколений Он не так сказал Он сказал что RDNA 1 2 И прочие Всякие номера Это чистой воды Маркетинговые названия Это шапочные термины То количество Того количества Инструкции Которые используют Все эти системы И поэтому PlayStation 5 Нельзя причислить Ни к одной из них Включая там Третью, четвертую, пятую Какую бы они сейчас Там типа не назвали Но есть конкретные Сами по себе Потому что именно Система Которую использует PlayStation Архитектура Она является Настолько кастомной Что как бы Это RDNA Вообще Не имеет никакого Отношения Ни к одной Из карт Которые сейчас На данный момент Не существует Или той карте Которую как бы Могут выпустить В ближайшем будущее То есть типа Это не то И не то И не то Вообще Да Я вообще склонен Полагать Что вот это вот Фанбойские Консольные войны Когда ты выбираешь Между одной Консолью и другой Это довольно глупо Поскольку Ни одной из игр Nextgen Мы еще не видели И в руках Не держали Вот как только Это произойдет Уже будет Повод за что-то Хуесосить А хуесосить заранее Это блять Как-то странно На мой взгляд Ну и плей Волгалы Волгалы же Мы же видели Ну и что А геймплей Watch Dogs Legends Видели Я не спорю Но вот когда ты Подержишь руках Железку Да условно Вот будет у тебя Xbox И будет у тебя PlayStation 5 Вот ты тогда Сможешь сравнить На какой там Блять архитектуре Что сделано И где что работает А сейчас это все Мне кажется Такие блять домыслы Это вот реально Кто-то пизданул В твиттере хуйню Вот из всего этого Блять Делается целый Блять заговор Я даже серьезнее скажу Пацаны Все очень просто Железо Консольное Кастомное По умолчанию По умолчанию У него нет Анаугов ПК То есть Знаете Как эти Даунские сравнения Вот я тебя прерву Как бы О том что Вот прости пожалуйста Но Тут недавно Мы с Максом И с Димой Натыкались На прекрасный канал На ютубе Где чуваки Взяли И собрали ПК Который полностью Соответствует Характеристикам PlayStation 4 Базовым И сказали Так Как на нем Будет работать Red Dead Redemption 2 И будет Ответ Нихуя не будет работать Ну то есть В сравнении Согласись Некорректное Потому что Как бы Red Dead Redemption Потому что Все эти люди Которые говорят О том что Типа там PlayStation 4 Ноутбучное железо Или то что там PlayStation 5 Хуйня у меня Вот на ПК Такой же SSD И вот это все Как бы да Это же все Совершенно Нерабочая теория Потому что Мы вам напоминаем Что Железо в консолях Является настолько Кастомным Настолько Неправильно И несравнимо Работающим С условно Windows ПК Что например Такой системы Как будет там PlayStation 5 Или в Xbox Series X Когда у тебя Между SSD И GPU И КПУ Практически Вообще Нет никаких Препонов То есть У тебя данные По сути Прямо с SSD Стримятся Напрямую В оперативную память Да Ну то есть Как бы это Даже не то что В оперативную память А именно вопрос В том что Они Данные По сути В оперативной памяти Задерживаются там Постолько поскольку То есть они Скорость их Передачи в КПУ И ГПУ Почти Ну там С минимальной задержкой То есть Это можно сказать Прямой стриминг Из SSD В КПУ И ГПУ Такого на ПК Пока на данный момент Нету В принципе И об этом все люди забывают Они говорят Да у меня тоже Вот есть SSD Который работает Там 2500 Мегабайт В секунду Или там 2.5 гигабайт В секунду Ты такой Да окей Но это же не так работает Это не то Что они имеют ввиду Как бы У тебя только один этап Работает Примерно С сопоставимой скоростью Только один из этапов Слушайте Даже проще пример Вот пример вам На этой На прошлой неделе Вышел ПК порт Дестрендинга Игра я напомню Работает на базовой PS4 Замечательно Замечательно работает На базовой PS4 Минимальные системные требования Для персонального комплюктера Intel Core i5-3470 Или Ryzen 3 1200 GTX 1050 Или Radeon 560 Вот И 8 гигабайт Оперативной памяти Это нихуя Не сопоставимый Это нихуя Не сопоставимый Компьютер С PlayStation С PlayStation 4 Ну как бы Камон Это при том Что у Дестрендинга Образцовый ПК порт Он охуительно Оптимизирован Он очень здорово Бегает на ПК Я же читал недавно Отзывы на Стиме На Дестрендинг И там знаешь Там люди недовольны Тем что игра Хуево оптимизированная И постоянно вылетает Максим Обнови методичку Короче Я просто Все к чему вел Пацаны Очень важный момент Связанный с тем Что опять же Консоли Это не ПК У вас может быть Сопоставимое железо Но это будет Совершенно Работать Не так Как вы себе Представляете На ПК Ну то есть Начиная с того Что у вас Весь пайплайн Перехода Типа данных С жесткого диска Или с SSD В там GPU Он вообще По другому работает И заканчивая Тем что У вас Условно Оптимизация Совершенно Другого уровня Когда у вас Code to the metal В условном Windows 10 У вас Простите-ка Пожалуйста DirectX Интерпретация Под вашу Конкретную Железку Под ваш Конкретный Сетап А там Интерпретация По сути Под Три разных Железки Там PlayStation PlayStation Slim И PlayStation Pro Все Больше других Нету Интерпретации Вот И Поэтому Сравнивать их Напрямую Нельзя Поэтому Когда выйдет PlayStation 5 Посмотрим Как эти игры Будут Напрямую Переводиться В Игры на ПК Но мы вам Напоминаем Что если Вдруг На мультиплатформенных Играх На ПК Через 2 года Появится Обязательным Просто Вот прям Реально Обязательным Пунктом Это Работа с SSD У которого Минимум 4,5 тысячи Я думаю Там Минимум Минимум НВМЕ 3 Будет Ну в смысле ПСИЕ Да Ну то есть ПСИЕ 4 Типа НВМЕ 3 Будет Окей ПСИЕ 3 Типа Там НВМЕ И Типа Чтобы у вас Скорость Чтения Была Минимум Там Четырест Плоен Тысяча Например Негабайт В секунду Ну или Там Три СПлоен Тысячи Вы Не Удивляетесь То есть Если Такое Системное Требование Появится В ваших Играх Там Через Три Года Это Вполне Возможно Ну я Тебе Напоминаю То что Не появится Ближайшие Два Года Точно Потому что Фил Спенсер Тут Недавно Заявил Что Эксклюзивы Иксбокса Еще Два Года Будут Выходить В том числе И на Иксбокс 1S Ну то есть Мне понравилось В интернете Стикер Как Optimized Series X Limited By 1.3 Терафлопс Дим Я просто хотел Пояснить Что на самом деле Есть же Игры Которые Уже Сейчас Планируют Что они Будут Выходить Эксклюзивно На Иксбокс 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 Ну там Какая Небудь условная Borderlands 4 Ну я утрирую Да там Типа Или Death Stranding 2 Типа Или что нибудь В этом роде Такой типа High profile Какая-то игра Я не делюсь Если не реально Буду там Типа Говорить Что все Братаны Типа На ПК Вот такой SSD Типа Минимум Чтобы у вас Был там DDR5 Минимум Или типа DDR4 Там Допустим 3200 Минимум Короче То есть Потому что Если у вас Типа Этого не будет То пизда Все Игра не будет Работать Ну я говорю Что в ближайшие Два года Можно на этот Счет Особо не париться Вот серьезно Ближайшие Два года Точно Дальше Посмотрим И я думаю Что Заканчивать Историю Про консольную Войну Смотри Вот есть Xbox One X Да 6 Трафлопс Больше 4 Напоминаю Есть PlayStation 4 Pro В некоторых Играх Ну если я не беру Пример Знаешь Там типа РДР Которая на Плойке Выглядит Как мыло Просто Самое Настоящее А на Xbox One X Выглядит Хорошо Я не беру В пример Вот такие Игры Потому что Ну их Мало В большинстве Игр Разницу Между Там Условным 4К И 1800 П То есть 2160 П И 1800 П Ее надо Искать С лупой Я просто Напоминаю Дима Что Для некоторых Игр Вообще Лучше Всего Работает Нативная 1440p Без всякого Апскейлинга Потому что И Паук И УАЗ УАЗ Парк 2 Работают Нативным 1440 И выглядит Абсолютно Замечательно Потому что Там киношный Постпроцессинг Я просто Уверен Что На новых Консолях Разницу В мультиплатформе Надо будет Вот блять Реально Из видосов Диджитал Фандри Узнавать Знаешь О том что Хм Оказывается Вот тут Вот Вот эти Три пикселя Блять От тени Стоят На 20 метров Дальше Заебись Блять Поменял игру Просто кардинально Значит Блять Просто невозможно Играть По другому Я просто напоминаю Вам что У одной Консоли Будет быстрее SSD И быстрее Возможно Загружать Асеты А у другой Будет Просто На 2 Трафлопса Больше То есть Примерно На 20% Больше Мощности То есть Грубо говоря Одна сможет Выдавать Побольше Разрешение Если что А другая Сможет Намного Быстрее Загружать Асеты Количество Врагов Предметов Там и так далее Я просто В итоге Все будут Стараться Что-то среднее Что-то среднее Да Я просто К тому Что опять Разницу Надо будет Слупы Искать Серьезно Ну то есть Блять Это В том Плане В какую Сторону Вы Судебой Или Билибой Но Но Я могу Сказать Зря Про Опять Потому что Напоминаю Тебе И там Разница Была Не с лупой На самом Деле А вот Разница Можно Пс4 Про Четыре Терафлопса Шесть Терафлопс Казалось Бы Ну то есть Там Типа Целых Два Терафлопса Это же Типа Тридцать Процентов Да Она Вроде бы Большая Но Разница Была Такая Типа Что Одно Шло В 1800 П А второе Шло 2160 П Да То есть Дименешен Реторанс Я к тому что Опять рулить будут Эксклюзивы Опять То есть Как бы В ближайшие Два года Каких-то Охуительных Блять Эксклюзивов От которых Просто надо Роняя кал Бежать Покупать Обе консоли Нет Я уверен что Его не будет На старте Ну как бы Кому он На старте Не будет Но я думаю Что он скорее всего Через Или весной Или через год Типа там Вот в конце 2021 Уверен что он выйдет В 22 году В 21 году Дим Мне очень просто Продать PlayStation 5 Ты знаешь В августе Просто Знаешь Заиграет такая Мексиканская гитара Там всплывет Silent Hill На экране Я такой Говно вопрос Пацаны Все Я пошел в магазин Это так работает Короче в итоге Опять рулить будут игры Вот я так скажу Я просто напомню Что огромное количество Людей Купило PlayStation 4 После того Как они на E3 Показали тизер Final Fantasy 7 Ремейк А она вышла В самом конце Этого ебаного поколения Это правда Ну и как собственно С Reduit Redemption 2 Который тоже На PlayStation 3 Так это показывали Как техно-демку Правда Но был Так Слушайте Овтори говорят Что официально Весной 2021 Я уверен Что скорее всего 2021 выйдет В конце Перенесу Че она падает Ты болеть Каждый раз Комб Говно Нет Она падает До нуля килобит А потом сразу же Обратно На 18 скачет Ну то есть просто Буквально На секунду падает Комб Говно Я думаю Что не комб Говно А либо роутер Надо менять Либо это роутер Провайдера Глюч Я бы кстати Посоветовал бы В том числе И роутер Поменять На более современный Чтобы у тебя Большое количество Устройств Смогли без проблем С другим Работать Асус этим Не славится Как раз таки Потому что у меня Вот были Разные асусы И старые И не очень старые Бля вот реально Типа 30 устройств Пизда Просто сразу Просто он падает На хуй Короче Все поднялось Обратным Поэтому пацаны Мы потихонечку Переходим К следующему блоку Как бы немножко Побольше Впечатлений Кроме Госавсусима Но естественно Мы хотели Поблагодарить Нашего главного Генерального спонсора Это компания Geekbrains Это часть МРУ Это мы вам Напоминаем Целый полноценный Университет Профессии будущего Особенно то Что связано С сферой IT И в общем-то Напоминаем вам Что они Ну они вас Могут научить По сути Чему угодно То есть Начиная Там условного Там Какого-то Очень простого Разработчика Там На каких-то Простых вещах Типа там Фронтендера До очень сложного Бэкэндера До еще более сложного Там Какого-нибудь Фуллстека До еще более сложного Какого-нибудь Там Свиста Или Android Разработчика До еще более сложного Какого-нибудь Там Типа Девопса Или например Там Какого-нибудь Дата сайентиста Или Можете попробовать Попрограммировать Видеоигры На Мьюмни-мни-мни-мти На Юмни-мни-ти В том числе На самом деле Geekbrains Очень классная История Опять же Как мы уже Много раз Говорили Для того Чтобы Или начать Свой путь В IT Чтобы По сути В него Только-только Попробовать Себя Если вы Вообще Новичок Или Если вы Наоборот Разбираетесь Но хотели Повысить Свою квалификацию То Geekbrains Это Очень крутая История Для того Чтобы Как раз Перейти На следующую Ступень В том числе Они гарантируют Потому что Они вас запихивать Будут на практику Плюс у вас Будет огромное Количество Собственно Как раз Такие Практики В процессе Обучения С преподавателями Из разных Крутых Компаний С вашими Типа Соплеменниками Которые будут В этот момент С вами Заниматься Они вам По сути Практически Будут прописывать Стаж Работы Они даже Обещают Это На некоторых Из их курсов Они прописывают Вам стаж Работы На HeadHunter Потому что По факту Практика У них В течение Года Например Когда вы Делаете Разные Приложения Разные Проекты Это считается По сути За год Работы И вы сможете Смело писать На HeadHunter Что у вас Не 2 года Опыта А 3 Ну и Они естественно Помогают Во всяких Своих партнеров Вам Чуть-чуть Устроиться Или как минимум Сходить на практику А потом В последствии Остаться Поэтому Geekbrains Довольно Классная История Если вы Хотите Научиться Или Только-только Делать Первые Шаги Или Наоборот Повысить Свою Квалификацию Обратите Внимание Переходите По ссылке В описании И В общем-то Если вы Это сделаете Будет Очень круто Потому что Geekbrains Понимает Что Реклама Прошла Недаром Ну и Если вам Это все Нравится Подписывайтесь На них И Покупайте У них Коррес Короче Пацаны Мы Приступаем Прямо Совсем Хардкор Ному Блоку Впечатлений И Начинаем С того Что Ни в коем Случа Делать Нельзя Давай Расскажи Нам Как Не надо Проводить Свободное Время Пацаны Короче Не так Давно Вышел Трейлер Мы Даже Об этом Писали В Твиттере Там Типа Я Периодически Упоминал О том Что Я Очень Хотел Посмотреть Сериал Кюрст Проклятый Проклято я Проклято я В русской версии Да Короче Кюрст От Netflix Который Грозился Рассказать Необычным Образом Историю Про героев В общем-то Сказа О короле Артурии И всех Сопричастных Героев Я могу Вам сказать Что я В Подростковом Возрасте Читал Книги Мэрион Зиммер Брэдли Которая Как раз Писала Целую серию Которая Называется От Куманы Авалона Я могу До сих пор Посоветовать Она Охренительно Пушки Авалона Это Из Ее Серии Нет Там Владычицы Маги Верховная Королева Король Олень Я Перепутал Извини Короче Я На самом деле Много кто писал На тему Авалона Там Артур Маргана Там Авалона Вот как раз Мэрион Брэдли Они Классные Я ожидал Что это будет История Ну примерно Плюс-минус В этом ключе Что-то такое Ну они там Такие Типа Блядь Вот мы сейчас Сделаем Такое Чего вы Вообще Не ожидаете И это будет Настолько Круто И классно Что просто Сорвет вам Башню Короче Ну я смотрел Трейлер Трейлер был Такой Ну прикольный Там Ну действительно Хороший Трейлер Единственное Что мне не очень Понравилась Главная героиня Там Все топили Дико За Актрису Которая Играла Главную роль Дело в том Что эта самая Актриса Играла В сериале Насколько я понял 13 причин Почему Да это она есть Вот И как бы Все такие говорили Ну блин У тебя вот Типа Она очень крутая Я могу сказать Что одна из самых Больших проблем Этого сериала Ну кроме всех Прочих А у этого сериала Огромное количество Проблем Одна из самых Больших проблем Это мисс каст Мисс каст Просто дичайший Пацаны Первое Главная героиня Играющая По сути Знаете Такую Очень расчетливую Очень Переживающую И переживающую Большое количество Проблем Лишений И ада В жизни Женщина Которая Которая Огромное количество Хуеты Происходит И требует От нее Сиюминутных Решений Жестокости Там и всего Представляет Из себя Пухленькую Жаробастную Девочку Из тумблера Которая Знаете Там типа Как бы Должна принимать Решения Которые там Влияют На целые Континенты Причем Эти решения Часто Очень Импульсивные Включая Там типа А не отрубить ли Этому чуваку руки Прямо сейчас При всех Так И такая Типа Девочка Из тумблера Типа Ой По-моему Ты преувеличиваешь Она симпатичная Чувак Посмотри на фотку Которую ты сейчас Только что показывал На стриме Где она Из воды Вылезает И ее Огромные Пухлые Локотки Короче Знаешь То есть там Не то что Спортом Голодом Лишениями Не попахивает Там попахивает Тем что Вы знаете Я сидел перед компьютером 15 лет подряд Короче Ну бля Ты преувеличиваешь Очередной раз Ну хорошо Ладно Окей Миска с главной героиней А еще что не так Окей Идем дальше Артур Точнее даже не так Давай смотри Я сделаю не так Вот прям Вот совсем не так В сериале есть Большое количество героев Которые носят Известные имена И в соответствии С этими именами Ты ожидаешь Их определенную Какую-то историю Которая будет связана Потенциально С некоторыми легендами Или сюжетными поворотами Которые Ну ты Читал в большом количестве Произведений Начиная от фольклорных И заканчивая там От каких-то литературных Которые так или иначе Остановились на фольклорных Да Ну типа Артур Кто такой Артур В истории Нимой Аморган И вот это все Это же король Артур Ну Кто такой Артур В истории Кюрс Это Негр И ты такой думаешь Бля братаны Ну вы типа охуели Нахуя вы сделали негром Типа Артура Как бы Ну типа Че за пиздец Да ты знаешь А потом ты знаешь Такой сидишь И начинаешь ржать А потом ты начинаешь ржать От дабл иронии Потому что Артур Окей он негр Но он вор Понимаешь проблема вся в том Что можно Сделать Черного Персонажа Внезапно Классно Ты смотрел Этот Как его звать Короля Артура От ричи Да я смотрел Да я там же был Там же был Черный бердивир Всем было насрать В великой Которую я вам уже Несколько подкастов Говорю Там князь Ростов В российской Сука империи Он черный И че Да Поймите пацаны Я просто О чем хотел сказать О том что Вы представляете себе Что Мы берем И смотрим Условную Черную пантеру Где есть Условная Ваканда Фэнтезийный Страна Фэнтезийная Страна Ваканда В Африке Но фэнтези Вы же понимаете Что фэнтези Простор Для фэнтези Огромных У них же Есть вибраниум И суперразвитая Цивилизация В Африке Ну мы же знаем Что нет ни одной Развитой цивилизации В Африке Но раз мы ее придумали Давайте Давайте половину Ее Жителей Сделаем белыми Я просто Представляю Какой хуйни Мы все Наслушаемся В момент Когда мы Принесем это В слух Понимаете И мы берем Нет Я просто к тому Что типа Есть Вот как бы В одну сторону Это работает А давайте Артуру Сделаем черным Другой вопрос То есть Типа Это такой First diversity Понимаешь Я не понимаю Че у тебя бомбит От черных Тебе не насрать Кто играет Главного героя Бля Братан Ты понимаешь Там есть другая Проблема В сериале Дело в том Что 90 процентов Ну окей Хорошо я утрировал 65 процентов Всех положительных Персонажей Черные А потом ты видишь А потом ты видишь Паладина в церкви Хромовника И они 99 процентов Белые И они естественно Злые персонажи И они все Белые мужики За редким Редким исключением Белые мужики А потом ты видишь Типа таких всех из себя Классных эльфов Вот это все И они там Типа Больше половины черные То есть черный эльф Тебя не этот самый Не раздражал Ведьмаке Это блять Дроу был Да наверное Начной сука эльф Ну подожди-ка Братан А почему У нас Типа Среди Христианско настроенных Очень агрессивных Чуваков Которых хотят Побить всех Фейри Среди паладинов Нету так много Черных Почему это Среди них нету Тех же самых 40 процентов Чуваков Почему Нет ну почему Подожди Нет подожди Вопрос У меня к тебе Вопрос То есть тебе Не насрать Какой расы Человек Который Играет Какого-то персонажа Где его раса В принципе Не важна Ты просто сидишь И понимаешь Что это Средневековая Англия И такой Блять Но это же фэнтези Я почему Не я почему И завел всю эту историю Про ваканду Да фэнтези Да фантастика Да государство Фантастическое Как бы да Давайте половину Ваканду сделаем Белой Они ж сука Нахуй взорвались бы Там все Понимаешь Имперская Российская империя Тыща Семьсот Кхуй пойми Какой год Екатерина Великая Князь Орлов Негр У тебя еще вопросы есть? Короче Но возвращаясь Пацаны дальше Если вы вдруг думаете Что Кюрст Может быть прикольным Это Очень 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 Хуевая Тиндрама Прямо Тиндрама То есть В какой-то момент Когда вы увидите На экране Секс Он будет идти Под музыку Такой типа Аля Дабстеп Средневековой Англии Потому что Это Блядь Нахуй Тиндрама Поэтому Чтобы вы понимали Могло быть и хуже Это мог бы быть секс Подряд Без дерки строгая музыка Без дерки строгая музыка А когда начинается Типа такая Драматичный секс Как бы Туф 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 И такое Типа Прямо Пение Такое И ты понимаешь Ебаться Сраться Вы что тут устроили Нахуй Вообще Короче И Самая главная Еще вещь Которая Наверное Многих Может Отпугнуть Ну кроме того Что я уже Рассказал Что это просто Пиздец Короче Это Оверзотап Насилие Когда Это же модно Это же Гейм оф трон Там это вообще Не нужно Ну там Типа Кровь Кишки Мозги Просто Все хлещет Во все стороны И Самая последняя вещь Пацаны Конечно Это сценарий Который Просто На уровне Пюрешки Ну То есть Есть совершенно Очевидные вещи Которые ты понимаешь Что одно из другого Следует А в сериале Это Одно из другого Не следует И ты сидишь И думаешь Какого хуя Происходит на экране То Что происходит Ведь этого Не должно Происходить Вообще Никак Ну то есть Это сука Хуйня Какая-то Полная Оно происходит Так вот Пацаны Я специально Ради вас Посмотрел Нахуй Весь сериал Первый сезон Первый сезон Короче И я могу сказать Что я Настоятельно Вам советую Не смотреть Его Вообще Потому что Он такая Хуета Ебучая При том Что там Взяли Крутых Актеров Охуенный Момент Что если бы Секс был Под русский Рок Блин Под песню Сектор газа Сельский Туалет Короче Чтобы вы понимали Пацаны В общем Сериал Реально Говно И Я видел Как его классно Начинали Промоутировать Когда там был Трейлер И так далее Все такие Бле И Я захожу На его Амдб И смотрю На самые топовые Отзывы По количеству Типа людей Которые считают Что отзыв Охуенный И очень сильно Помог Там отзывы Все с одной Звездой О том Что Ёб твою мать Как можно было Сделать Настолько Хуёвый сериал И это правда Потому что С такой Классной Идеей С явно Не маленьким Бюджетом Потому что Там бюджет Побольше Чем у Ведьмака Походу Судя по Эффектам И по Многим Мещам И Там довольно Классных Актеров Туда Привлекли Там реально Есть хорошие Очень актеры Я вам Еще когда Смотрел 13 причин Почему Говорил Что эта Актриса Играть Нихуя Не умеет Ну то есть Она была Мелкая Я подумал Что она Просто Самое Смешное Что там Есть актриса Которая Играет Ее подруженцу Которую Зовут Пим И Она Знаешь Она выглядит Прямо Знаешь Такой Как это Есть хорошее Выражение Otherworldly На английском языке То есть Типа Как будто Девочка Другого мира Короче Да Она Рыжая С огромными Глазищами И Такая Типа Прямо Знаешь Вот у нее Очень необычный Этипаж И ты понимаешь Что вот Если бы Она играла Главную роль Она бы Идеально попала Потому что У нее крутые Эмоции На лице Вот это Она Прям Лили Ньюмор Ее зовут Да Понимаешь Она же Реально Охренительная Она же Срашная Чувак Возьми Посмотри На ее Типа Разные Фотки Ты имеешь Ввиду Подожди А я правильно Понял Что Речь идет О владычице Озеро Да Ну как бы Нимая По сути Тогда Да Действительно Странный Ты понимаешь Что типа Вот Она бы Реально Смотрелась Круто Как Девочка Которая Такая типа Немножко Не от меры Всего Потому что Там же Она упоминается Что она Типа Фэйри И все говорят Что типа Сразу По тебе Понятно Что ты Блядь Фэйри И вот По вот Ней По вот Этой Рыжей Бабе Было бы Сразу Понятно И она Реально Как бы Выглядит Необычно И у нее Эмоции На лице А эта Ходит все Время С пластиковым Еблом И типа Знаешь У нее Любовь Ненависть Там типа Расстройство И прочее Просто одно и то же Лицо Мне просто кажется Что Это немножко Сериал Не под твою Как это Он не под чью Судя по оценке Короче пацаны Я очень ждал Я очень разочарован Если вы вдруг хотите Какой-то классный материал По вот этой тематике Как бы все Немножко фэнтезийные Про короля Артура Лучше почитайте Как раз таки Вот книжку Которую я сказал Туманная валона Это будет намного Более круто Говоря про Дайверсити И прочее Тут очень логично Переключиться на то Что я посмотрел Еще пару недель назад Но вот Сейчас расскажу В подкасте Спайк Ли Выпочитал тут На Нетфликс Эксклюзивный фильм Он называется The Five Bloods В нашем Прокате Что называется В нашей версии По-моему Пять родной крови Его назвали И это фильм Про чернокожих Ветеранов Вьетнама Которые ищут Клад весь из себя Такой Бля Я себе поставил Вышли из Комьюнити В муви Вот это все Типа Вот блин Мы сейчас тут Черное покажем Белым Как надо Фильм Короче Говно Бля Бля Знаете Спайк Ли Это режиссер Который Вот раз в год Палка Стреляет Спайк Ли Снял Хороший Фильм А потом Фрошу Снимать Какое-то Говно Но здесь То же самое То есть Есть моменты Я буду нечестен Если скажу Что фильм Полная параша Потому что там Есть хорошие Актерские моменты Там есть хорошие Режиссерские моменты Там даже Актерские моменты Картинка В стриме Показывает Сейчас погоди Да-да-да-да-да Диндунафиг 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 Короче История Вся в том Что фильм Просто Плохой Он Во-первых Неоднородный Там абсолютно Идиотичный Сюжет С дебильными Мотивациями Когда персонаж Как-то поступает Ты такой Что? Нахуя ты это сделал? Зачем ты это сделал? Для чего ты это сделал? И так далее Во-вторых Вопрос у меня к тебе А ты что-то смотрел Из последнего Спайка Ли? Ничего К счастью Вот И Второй момент Что Я вот пытаюсь Приспомнить Что вот недавно Снимал Потому что я смотрел Спайк Ли Я просто Продолжу Про фильм И проблема Вся в том Что Фильм пытается Знаешь Как это У подростков Очень модно Сказать Дисы сделать Да Там Сделают Дисы на Оливера Стоумана О Черный Кланец Черный Кланец Был классный Я помню его Да 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 То есть И так далее Но ты понимаешь Что это все неуклюжее В общем-то Говно Потому что Во-первых Фильм Стоуна все еще охуенный А во-вторых Твоя попытка на него наехать Там Она такая тупая И неуклюжая Что за что ты вообще ее делаешь Оценка метакритики Оценка метакритики 82 из 100 Так на секундочку Естественно Потому что Налог на Как это Налог на белый костюм Налог на белого человека Как налог на небе При этом у фильма 6.6 на МДБ Самые популярные отзывы С самым большим количеством Отволок Тоже достаточно негативные Я честно не понимаю Вот уже второй момент Вам что негр не нравится Что не так-то Дело не в этом Понимаешь У меня Абсолютно никаких проблем С этим нет Многие мои любимые фильмы Они содержат в себе персонажей Которые Ну не так выглядят Ну то есть я вот говорю Легенда о мече Того же Ричи Там же Ну блять Там очень странные моменты Но при этом Это в первую очередь Хорошее кино И тебе насрать Что Бердивир черный Да Этого быть не могу Или там тебе насрать Что кто-то азиат Потому что это в первую очередь Очень хороший персонаж А здесь фильм Типа говно А здесь Весь фильм строится Вокруг того Что он про чернокожих И поэтому он должен быть хорошим Но пацаны Тот факт Что у вас другой цвет кожи Или у вас там Какая-то своя субкультура Не делает фильм Автоматически хорошим Это скучное говно С кучей сюжетных дыр С кучей непонятных Мотиваций персонажей С абсолютно неуклюжими попытками На более талантливых Режиссеров Наехать местами И да Ты сделал какое-то Высказывание Наверное Но проблема в том Что у тебя фильм плохой То есть у тебя в первую очередь Кино неважное вышло А то что она Про чернокожих Ну блин Вот хороший пример Хорошего фильма Про чернокожих Такого Без претензий Да Как ни странно Плохие парни Три Самый кассовый фильм 2020 года Потому что он успел Выйти в кинотеатр Мне не понравился Кстати В этом плане Плохие парни Они хотя бы Не стесняются Того Что они в первую очередь Ёба-боевик И во вторую Они уже там Кино про каких-то Чернокожих чуваков А здесь именно Вот мы такие Мы сяки Мы классные Вот смотрите Вот мы вот это Вот показали С черного угла Вот так вот Но это не интересно Это просто херня Вот и все И поэтому Если вы купились На рецензии Кинокритиков Вот аккуратнее С этим Потому что Кинокритик Видит в первую очередь Повестку Очень часто Особенно на западе А во вторых Он видит фильм И бывает очень часто Знаете Как с черной пантерой Когда фильм Просто носят На руках в США А его человек Который вот Выдернут У этого Глядит И такой Чего это вообще За кусок параши Понятно То есть Когда он завез нам 100 рублей Отлегся на звонок Когда вернулся Первое что услышал Было это Блять нахуй Тин-драма Любил вас Черный Иисус Завез нам 100 рублей Покайся Монголоид Спасибо тебе брата Слушай Димка А ты что смотрел Я вам блять нахуй Покаюсь Слушайте Я посмотрел То что Тиму Хотел посмотреть Все никак У него не дошли руки Я посмотрел мюзикл Который называется Гамильтон Для тех Кто не в курсе Давайте сразу Проясним один момент Я люблю мюзиклы Блять Я люблю сука мюзиклы Я не с того момента Подожди Не с того момента Если люди Типа вообще не в курсе Они такие Ну типа Дима Ну посмотрел Гамильтон И что Похуй Смотрите Гамильтон Это самый популярный Мюзикл Последних Двух Трех лет В США Настолько популярный Что он стал Культурным феноменом Огромное количество людей Не просто ломились Его посмотреть А там типа Билеты продавали В десяти Дорого просто И как бы Люди реально Мечтали Посмотреть его Мечтали там Типа сыграть Они делали Огромное количество Каверов Типа на его Там всякие партии И прочее Просто он не дошел До России Не дошел Вот до нашего Типа менталитета Никак Но это Нереально Гипер Супер Популярный Мюзикл В США Просто безумно Нереально Я Объясню так Ну то есть Наглядно Скажем так Во-первых Это мюзикл Про американскую Историю У них есть Вот некий Культ отцов Основателей Про которых Им надо обязательно Учить в учебниках Потому что Америка Великая Вот ее основали Там такие-то Такие-то люди Вот был Джордж Вашинг Вот был Этот Вот был Тот Вот был Сет И среди них Был мужик Гамильтон Которого В принципе Все незаслуженно Забыли Так вот Исполнитель Главной роли В этом мюзикле Он же автор Всех песен И партитуры Я забыл К нему фамилию Неважно Мин Мануэля Сейчас Мин Мануэля Миранда Да-да-да Вот он Летел в самолете И читал в самолете Книгу Про автобиографию Этого Автобиографию Господи Историческую биографию Этого Гамильтона Ну вот Он почитал ее Думал Блин Да по этой биографии Надо фильм ставить Настолько она там Разнообразная И ну то есть В ней происходили Всякие такие моменты Которые С другими Типа того же Вашингтона В общем-то Не в таком количестве Происходили Ну вот А так как он Работал на Бродвее И писал Песню для мюзиклов Он логичным образом Решил что стоит Написать мюзикл На эту тему Вот он этот Гамильтон написал Поставил И в 2015 году Была премьера Этого мюзикла И он забрал Кучу наград Наград именно Театральных Ну то есть Вот именно Бродвейских наград Награда Тони Аворс Она кажется называется Тони Аворс В которых Сейчас будут пихать Вообще куда угодно Вот Все люди там Разошлись И Ну то есть Играют уже другие Но мюзикл успешный Почему он успешный Во-первых Потому что Это история Американская Во-вторых Потому что Она сделана Очень интересным Образом То есть Вашингтон Черный Сейчас у Тимура Будет Мне больше нравится То что Вашингтон Сейчас все же Хуесосит И пытается Выпилить Скупиур Там типа Его эти Всякие там Статуи Сорвать И прочее Потому что Он типа Был рабовладельцем Второй момент В мюзиклах Очень часто Есть такая Вот Как сказать Я не помню Как это называется У меня не музыкальное Образование Я к сожалению Не знаю Как это называется Манера исполнения Она чисто Мюзиклная Не знаю Как выразиться Ну то есть Короче Они либретто Очень много делают Да То есть Поет 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 На заднем плане Там Что-то делает И вот Короче Это такой Классический Мюзикл Я ебал Твою жену Ты застал Меня Случайно Так слушай Короче Здесь не так Здесь Есть моменты Которые Осовременены То есть Они поют В стиле Рнб В стиле Соу Они читают Рэп Понимаешь Не понял я Как ты здесь Оказался Да Ебал твою Жену Тарапа Поп музыка Которая в принципе Такая Ну то есть Блять Ритмичная То есть Это все сделано Просто охуительно Ну то есть У меня даже Блять Слов нет Насколько Гамильтон Пиздатый Мюзикл Именно в плане Песен Неважно О чем Они там Поют Вот То есть Это реально Интересно И клево Смотреть Блять Там есть Момент Когда идут Политические Разборки Ну вот Политиков Да Там Вашингтон Там Срется Блять С этим Гамильтоном Гамильтон Там Блять Ему отвечает Это Подставлено В виде Рэп Баттла Вот Современного Рэп Баттла То есть Уходит Такой Типа Я считаю Что в Конституции Надо Добавить Это Типа Микрофон Короче Это Ютуб Ты же Помнишь Баттл Из этих Знаменитостей На Ютубе Да Помнишь Джип Джап Блять Флешки Флеш ролики Боли Идиотки И Это реально Клево Ну то есть Смотришь Блять Я понимаю Почему Это Ну то есть Реально Могло Зайти Это реально Классно То есть Думаешь Блять Почему У нас так не могут Ну то есть Я посмотрел На какой-нибудь Условный Мюзикл Знаешь Там где К Ивану Грозному Приходит Там Какой-нибудь Чувак И говорит Царь Давай Камон У нас Я выскажу Контроверсивное У нас могут Потому что Потому что У нас во-первых Было в свое время Я напомню Просто на момент Выхода А не с перспективы 2020 Достаточно смелый Юнон и Авось Да Которая была В общем-то Весьма свежей Музыкальной И при всем при этом Была мюзиклом И я поспорю Несмотря на мемность И уже такой Статус Старперства У нас были в общем-то Мушкетеры С неожиданными Музыкальными заходами Те самые Я вообще Вам напоминаю Что Советские мюзиклы Были очень-очень Крутыми Да И с кучей музыкальных Экспериментов Электроника там появлялась Они были реально Крутыми Я могу сказать Что отчасти Электронными Как бы Являются Например Куча партий Той же самой Мэри Поппианс А, да, да Танцератийская была Офигительная Слушай, а вспомни Даже если чуть-чуть Расширять Не на мюзиклы Музыку в тайне Третья планета Она же звучит Как ёбаный Масс-эффект Мультфильм Какого там 80 какого-то С хуем года Короче Ну чего того, да Вот этот Гаммитал Он прошел успешно Во всех этих Бродвейских шоу И Они сняли Прям целый фильм Вот именно Вот постановку Да Ну то есть это часто Мую версию поставили Припустом Это называлось Этой версии Не было очень долго То есть её нельзя было Посмотреть Она лежала на полке Пока Дисней Не запустил Свой Дисней Плюс Как только Они выложили Это на свой Дисней Плюс Его хотели Показывать в кино Туда ломанулось Такое блядское Количество На то что Дисней Плюс Упал Понимаешь Не то что упал Они выключили Триал Димка Его хотели Показывать в кино Потому что Эту версию Гаммитона Так как она вся была С оригинальным Кастом Который играл С самого начала Её хотели посмотреть Абсолютно все Все те Кто не попали В общем-то На сам Бродвей А так как Это была запись Не просто типа Киноадаптированная версия А это был реально Телеспектакль То есть камерами сняты Настоящий мюзикл С лицами Близко показанными Там и прочее Там настоящие аплодисменты В зале Там прям слышно Все это история Вот Это именно то Чего типа Очень многим не хватало Как бы все хотели Это посмотреть Насалили в кино Такой крутой экспириенс Короче Кино как-то значит Не получилось Ты смотрел Майндхантеры Смотрел Охотник за разумом Да Головного героя Помнишь Который вот играет Этого Ну Да Которого Аутиста ФБР в сцене Как его назвать Бля Ну неважно Короче Если ты сейчас Посмотришь на стрим Вот слева В гриме Короля Георга Третьего Он Бля Я тебе серьезно говорю И он охуенно поет Он просто Бля У него Номера самые смешные Короче Объяснил смысл Да Это же история Ну то есть Мюзикл Про американскую историю И Тебе надо Объяснить Почему Американцы Вообще захотели Сделать свою собственную страну Они же британцы все были Когда приплыли туда Почему Это произошло Ну то есть Там не обсуждается Условно боссинское чайбить И прочее Но Тебе надо показать Взгляд с той стороны Со стороны Британии И вот выходит Этот Мужик Который играл в Майнхантере И поет От лица Георга Третьего Что вы все говно Ну то есть Вот так и поет То есть Мы вам дали все Вы от нас Съебались Короче У него самые Уморительные И охуительные Номера В этом мюзикле Он выходит И реально поет Я там типа Король Георг Как же они теперь Будут без меня Как дураки Бля У него просто Самые смешные Такие юморные номера Второй момент Даже если вам Насрать на Американскую историю Это смотрится Просто Интересно Ну то есть Сама биография Этого Гамильтона В ней бля Че только не было Ну то есть Естественно Там не вдаются В какие-то такие Не очень интересные Подробности Ну например Почему Гамильтона Забыли От всех остальных Американских политиков Например Он же изменил Своей жене Понимаешь И это есть Об этом есть Официальное уведомление Ну то есть Я вот посмотрел Гамильтона Он уйдет почти Три часа С перерывом на антракт И могу тебе сказать Что Блядь Он просто охуенный Это вот Блядь Один из лучших Мюзиклов Что я видел Ну то есть Мне когда-то Давным-давно Казалось Что лучше кошек Не кошек Которых мы обсуждали А нормальных кошек Уже не сделают Я посмотрел Гамильтона И могу сказать Что блядь Это очень свежо Это очень круто И это реально Стоит посмотреть То есть Особенно если вы Любите Мюзиклов Такая вот история Слушайте Я прям очень хочу Посмотреть Как бы я могу сказать Что вот После Димкиного рассказа Я еще больше Что-то хотел посмотреть Так что прям Вот обязательно В ближайшее время Как получится Что-то сделаю Слушайте Я хотел вам вот Про что рассказать Про сериал Который я вскользь упоминал И в подкасте И в ДТКД Дело в том Что как вы знаете Существует же корейский фильм Довольно известный Стильдой Суинтон Который называется Сноупирсер Про тот самый поезд Который идет там Типа сквозь снег Вот И по нему сняли сериал Главную роль В котором играет Дженнифер Конноли Вот Причем как ни странно Вот Потому что она вообще-то В сериалах мало играет И Ну я думал Потому что Я все-таки Посмотрю когда-нибудь Фильм Я очень хотел Это сделать И сейчас Я тоже обязательно Это сделаю Но как-то Знаете Все не задавалось Не задавалось Не задавалось А тут Выходит сериал И я так вот думаю Блин Ну вроде идея прикольная Дженнифер Конноли Мне нравится Как бы давайте Надо посмотреть Я что-то зашел Начал смотреть И вот как бы Я о нем Не рассказывал В подкасте Потому что он все Шел-шел-шел-шел И вот буквально Вышел недавно Финал И я могу сказать Несмотря на то Что на него Вышло много Противоречивых Отзывов Рецензий Мне внезапно Очень понравилось Несмотря на то Что он сделан Простенько Прям видно Что довольно бюджетно Несмотря на то Что в принципе Сделать сериал Который происходит В поезде Окей Хорошо В поезде В котором Тысяча и один вагон Который идет Сквозь Ледяную Стужу Где Минус 150 градусов По Цельсию Вокруг То есть Замерзл Нахуй Вообще Все В принципе Как бы Ну Типа Снять Поезде Должен быть Не очень Сложно Но Они умудрились Сделать Это довольно Хоть и бюджетно Но классно И там Много Хороших Актеров И там Много Классных Моментов Я могу Сказать Что Несмотря На то Что Он местами Такой Типа Всратенький И ты понимаешь Что некоторые моменты Прям вообще Лишние Сделаны И некоторые моменты Там прям Такие Ну не то что Филлера Но просто Вам по сути Атмосферу Так получше Подают И чуть-чуть Нагнетают Драмы Потому что В какой-то момент Ты понимаешь Что все то Что они вам Нагнетали Чуть-чуть Драмы Это все Хуйня Потому что В конце Это там Вообще Ёба Драма Такая Что типа Все что они вам До этого делали Оно Его могло Вообще Не быть То есть Грубо говоря Они вам Пытались Сделать Градацию Но градация Получается Знаете Такая Типа 1% Драмы 3% Драмы 5% Драмы 8% 98% Драмы И ты такой Понимаешь Что между 8 и 98% Перескочили Очень быстро И ты понимаешь Что можно было И с 1% Прыгнуть До 98% Легко То есть Некоторые вещи Можно было Выкинуть Но В целом Вы знаете Очень круто Я могу сказать Что они Классно Держат Некоторые интриги То есть Некоторые вещи Конечно Реально очевидные И понятные Там с самого начала Но некоторые вещи Не очевидные И непонятные И как бы Как там Че повернется В будущем Тоже не ясно А финальный эпизод Даже как бы Будет типа Второй сезон Или что Ты знаешь Судя по тому Как они показали Учитывая Что это по сути Формально Насколько я понял Это приквел Основного фильма Потому что То что там происходит Это происходит По-моему Спустя 7 лет После катастрофы Вот этой всей Там типа Когда все заморозилось А фильм происходит По-моему Спустя 17 лет А Вот И Как бы Но возможно То что типа Будет происходить Во втором сезоне Будет дальше продолжать Историю Ну то есть Перед тем Что стало в фильме Но при этом Судя по тому Что есть в сериале Они явно С фильмом Не очень сильно сходятся Потому что там есть Ряд моментов Которые я уже точно знаю Что в фильме будут показаны А в сериале Это сделали так Что оно по идее Не должно быть уже показано Вот Ну то есть Как бы есть противоречия Явные Но я могу сказать Что как бы Реально Хорошие актеры Хорошая местами игра Местами классные Плот-твисты И как бы Действительно Интересная история За которую Прямо прикольно наблюдать Тем более Что я напомню вам Что эту же историю В свое время Например Рассказывал в своем Ну Немножко по-другому В своей книге Пелевин Вот эта книга Называлась Желтая стрела Там тоже был Желтая стрела Это аллегорическая книга Каман Да Но там же тоже был Принцип типа Поезда Который очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень Долго идет В какую-то Типа Конечную Кулачку К разрушению Мосту Да Спасибо Да Ну смысл в том Что типа Ну здесь как бы При этом другая история Потому что Здесь как раз Интересно то Что в Сноу-Пирсере Вся завязка заключается в том Что это поезд Который построил Очень-очень богатый человек Типа По сути некий такой Ноев ковчег Который как бы Люди Когда начало все дико-дичайше Замерзать И типа все начали умирать Люди буквально прыгнули в поезд Который человек проектировал Типа Десять лет До этого И построил Магистраль Которая идет через весь мир Вообще через весь мир И по сути Этот поезд ходит по кругу В течение Примерно там Года полутора И он просто идет реально Вот по кругу Вот И бесконечно Генерирует энергию Вот И как бы соответственно В нем внутри Создана экосистема Которая позволяет Существовать Разным классом Людей Которые там По-разному кормятся Разный досуг Имеют И так далее Позволяет им существовать Типа бесконечно Якобы Но при этом Естественно Тут же Ну как бы у тебя Логически возникает Коллизия в голове И это тут же Озвучивается В середине о том Что ничего не может Быти бесконечно Естественно Потому что у тебя Или детали В поезде Начнут разъебываться Потому что Ну нет уже Бесконечного ресурса Там стали И так далее Или типа У тебя люди Друг другу перегрызут Как бы Потому что Это же типа Некий социум Тысяча блять И один вагон Там дохуя людей Естественно И конечно Эти люди Друг другу перегрызут Ну и как бы У тебя возникает В голове Естественно Как бы Или то Или то И ты смотришь Я уже говорил В прошлый раз Когда ты говорил Про Сноупирсер Это было Пару подкастов Назад Могу сказать Что Мне вот эти Аллегорические Фильмы Про фашизм И про Как это назвать Тиранию И классовую борьбу Да Они конечно Очень классные Но мне всегда кажется Что это придумано Для дошкольников Там очень крутая Идея Финальная Которая Знаешь там Со смыслом Вот И как бы Ты понимаешь Что вот В этом сериале Сделали реально Хорошо Что у тебя Нет однозначного Ответа И там Прямо Много раз На это Прям тебе Прямо Въебало Тебе дают Вот эти И говорят Что Эй братан Не все Вот так однозначно И ты такой Блядь Ну ладно Окей Убедили Вот черт Ну в этом плане Там реально классно Короче Поэтому я на самом деле Могу сказать Что это хороший Крепкий середнячок Там местами Ну снято В срата Местами сюжет Там плутает Местами там Типа лишние Есть моменты Но Я бы дал ему 7 из 10 И если вы там Типа не знаете Что посмотрите Вам хочется Какую-то такую Фантастическую Ёбу Я прям советую Реально хорош Мне очень понравилось А хотите Еще один Сериал Про поезд То есть у нас сегодня Поездатый подкаст Поездатый подкаст Предлагаю так и назвать Да Классно будет Короче Есть Мультсериал Которым я Даже Блядь Не слышал Никогда А у него уже Третий сезон В августе Выходит Сериал называется Бесконечный поезд Infinity Train Это мультик От Cartoon Network Вы смотрели Ходячий замок Каула Конечно Вот И читали Здесь Некая Похожая Идея Ну или Если совсем Утрировать Это Алиса В Зазеркалье Скажем так Некая девочка Попадает В поезд Который Несется По Довольно Такому Странному Пейзажу Довольно Инопланетному И у этого Поезда Есть Бесконечное Количество Вагонов Вагоны Внутри Ну Практически Бездонные То есть там Как знаешь Как отдельные миры Как Тардис Докторик Заходишь внутрь А там просто Огромные Пространства Ну это получается Типа знаешь Поезд ради поезда То есть я имею ввиду Что это Аллегория ради аллегории Ну да Считаю что Это могло быть И не поезд И могло быть И не поезд А могла быть Там не знаю Бесконечные двери В другие вселенные Да 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 Согласен Ну и соответственно Девочка Которая туда попадает У нее есть Некие Проблемки В семье Я не буду вам Сполерить Вот И она попадает Туда С меткой На руке То есть у нее На руке Появляется метка На которой Меняются цифры В зависимости от того Что она делает В этих разных мирах Внутри Этого поезда А ей не очевидно Изначально Типа Нет Зависимость Я не буду Вообще Вообще непонятно Она не понимает Почему они меняются То есть типа Она что-то делает И что-то меняется И она такая Блядь Какого хуя Именно так Это очень добрый Мультик В котором Есть Куча Различной Морали Ну то есть Она явно Рассчитана На там Условно Подростков Он онтологии Сделан Судя по названию Серии Сейчас объясню Он сделан Не онтологией Это сквозной сюжет То есть Вот ты смотришь Ну то есть Там есть сквозной сюжет Да Сквозной сюжет Это Прямо Ты смотришь Первую серию Она заканчивается И вторая серия Начинается с того момента Где закончилась первая То есть вот так Десять серий В первом сезоне Я посмотрел только первый сезон Сейчас уже идет второй Подожди Уже прошел Уже сейчас будет третий Якобы Третий кстати Выйдет уже не на Cartoon Network А на HBO Max Ну я могу сказать Сериал Сериал того стоит Делает его чувак Который делал Regular Show Какой-нибудь видели Мультсериал Regular Show Это обычное Обычное шоу Как там назывался у нас Я не смотрел Regular Show Это было в основном Сатира Ну то есть Такое типа Юмор ситкомный А здесь Здесь ты реально Смотришь сквозную историю С кучей персонажей У каждого персонажа Есть своя какая-то Сюжетная арка Своё что-то То есть Он очень интересный Десять серий Каждая серия идет Двадцать минут Один сезон Можно посмотреть Ну сколько там За два часа Да условно Я посмотрел Залпом Мне прям очень понравилось Как будто посмотрел Хороший мультик От условного Гибли Очень советую Infinity Train Мне прям очень сильно понравился Это прям вот Просто моё-моё Сейчас начал смотреть Говорят, что там Да Там говорят, что главную героиню Озвучивает та же самая А, да Эшли Джонсон Которая озвучивает Самое Самое, блядь, смешное Это да Потому что Если вы смотрите этот мульт На английском Эшли Джонсон Эшли Джонсон Элли из Ласта Васса Она отыгрывает там Блядь Элли И от этого Сука Впечатления Избавиться Просто Блядь Невозможно Вот серьезно Ну то есть Особенно после того Как ты прошел Ласта Васс на английском Знаешь Ты такой Блядь Играешь Такой Ёб твою мать Что ты делаешь Не ходи туда Или Зачем ты пошла Бесконечный поезд Короче Очень классно Я прям Блядь Вот Это один из тех мультиков Которые ты вообще не знаешь Ну то есть Вот знаешь Он просто вот у тебя Блядь Как-то появился Я прям в восторге Вот серьезно Я прям советую Слушайте Мне кажется Нам в какой-то момент Все-таки придется поступить Как в Берди Каст И сделать на сайте Страничку Типа Что мы смотрели Да И что советую Типа реально сделать Там Типа игры Фильмы Сериалы И там Типа в скобочках В каком выпуске Это было Вот Или без скобочек Просто типа Что мы это советовали Вот Кого в рапоту возьмем У нас Блин да я не знаю У нас есть стажер Надо что-то нам Попробовать это сделать Или стажера напрячь Или еще кого-то Потому что нужно Чтобы кто-то Реально посмотрел Все наши шоу-ноуты Всех выпусков И может быть Даже посмотрел Там типа ДТКД И там Типа вспомнил Когда мы Что где Как советовали И собрал это все В какой-то документ В текстовый Да Мне кажется Это было бы круто Это классная идея Слушайте Давайте про статьи Да Мы закончим Потихонечку подкаст Тем что расскажем Про классные статьи И как раз Я так понимаю Что первая статья Димка Это в первую очередь От тебя Потому что Как раз таки Ты рассказал Про этот мюзикл Ну это статья Про мюзикл Гамильтон Собственно говоря Там история Самого Гамильтона Ну и Немного Про историю Мюзикла Я вам советую Почитать Если вы не хотите Смотреть Мюзикл Ну сами Сами по себе Вам просто хочется Понять В чем же Собственно говоря Фишка Почему этот мюзикл Интересный Классный И почему На него стоит Обратить свое Пристальное внимание Кстати Долго Можете почитать Я думаю Что стоит Ознакомиться Если интересуетесь Темой Вторая компания Вторая статья Которую мы очень Хотим вам посоветовать Это большой материал На английском Он рассказывает Про то Как сейчас Делаются Самые передовые Микрочипы Они делаются Специальным методом Экстремальной Ультрафиолетовой Литографии Заход Немножко Даже другой Ну Тимур Ну тогда Зачем ты мне Дал это рассказывать Я не дал тебе Ты сам себя написал Серьезно Я просто Давай Короче история Вся в том Что эта статья Рассказывает про то Что эта технология Супер передовая Прямо на краешке Науки и доступности Сейчас контролируется Фактически одной фирмой Которая сидит В Дании И производит В Голландии В Голландии По-моему они в Голландии сидят В Голландии Да Пардон В Голландии Сидит в Голландии И производит Эти машины Эти машины Состоят из 100 тысяч частей Каждая стоит 120 тысяч 120 миллионов долларов И самое главное У этих машин Гигантский бэкордер На них огромная очередь Потому что Больше их никто не производит Никой Не Никой Которые являлись Когда-то лидерами Промышленной литографии Этих машин не делают И без этих машин В общем-то невозможно Все те Экстремальные Крутые чипы Которые вы находите В своих смартфонах Все что вы говорили Вот читайте по поводу того Что 7 нанометров 5 нанометров Это все они делают Да Короче почитайте Статья офигенная Потому что она подробно Рассказывает о том Как вообще наука Движется Самый-самый Вперед И самое главное Как в это все Вплетена в том числе Геополитика Там все не так просто Да Потому что Как говорится Кто-то Должен Отвечать за то Кто Кто реально Получит Технологию Производства чипов Потому что Тот кто сейчас Владеет чипами И производством чипов Тот в общем-то Владеет Как бы миром Короче Крутая статья Вот Слышите Еще одну статью Хотел вам посоветовать На Т-журнале Это довольно Классный Перевод Разбор Ну знаете Так скажем Краткое содержание Крутой книги Которая вышла Вот буквально-буквально Недавно Она называется Spotify Teardown Inside the Black Box of Music Streaming Это по сути книжка Про то Как создавался Спотифай И какой путь Он прошел До того Чтобы стать Одним из самых крупных Ну в общем-то Сервисов По стримингу Музыкальному в мире Ну он по сути И является самым крупным Музыкальным сервисом В мире Вот И Книга рассказывает О большом количестве Необычных вещей Которых вы Не слышали О том Как они Нанимают специалистов Как они Относятся К артистам Как они Пришли К разным вещам Но чтобы вы понимали Самая такая Базовая затравка Дело в том Что сервис Спотифай Начинал с того Что это был По сути Сервис А-ля Иданки И А-ля Битторрент Который позволял вам Просто скачивать Пиратскую музыку Напстер Помнишь Ну типа А-ля Типа Напстер И так далее То есть это был Сервис И пришел К тому Что сейчас Вот типа Это самый крупный Стриминговый Музыкальный сервис В мире Это только затравка Потому что там На самом деле Большое количество Крутых историй Статья большая Длинная Почитайте Вам будет интересно Вот И вторая статья Которую я тоже Хотел засоветовать Это в тему Гостов Цусимы Которую мы обсуждали На ДТФ Короче Один чувак Там пошел И собрал Большое количество Разных видов Холодного оружия Которые Превалировали В средневековье Вот То есть если вы Слышали Что ну Был там Мечи были Да Топоры были Да Были топоры Короче Ну Был копье Короче В общем Все не так просто Было Очень много Разных мечей Очень много Разных топоров И нюансов было Вагона Маленькая тележка Да Короче Если вам эта тема Интересна Если вы увлекаетесь Какой-то исторической темой Там чувак Реально собрал Огромный материал Как бы Про все эти нюансы Что это за оружие Как оно использовалось Кто его использовал Каким образом В какой ситуации Как бы Блин На самом деле Статья реально классная С кучей иллюстраций С кучей объяснений В общем Почитайте Мы прям советуем Вот Ну и Мы хотим Закончить наш подкаст Конечно же Самым главным Это тем Что как вы помните Мы хотим поблагодарить Наших Замечательных патронов Потому что Напомним вам Что мало того Что без всех Наших патронов В общем-то Подкаста Это бы уже давно Наверное Не было бы Потому что Мы понимаем Что если Такое большое Количество людей Хочет нам еще На то что мы делаем Еще и денег Занести Блин Ну это что-то значит И вот в эти моменты Знаете Когда Все хотим Такие Блин Все заебало Надо бросить Все в пизду Мы понимаем Что нельзя Потому что Блин Ну реально Мы очень много Получаем писем О том что Пацаны Спасибо что вы делаете Это очень помогает И мы понимаем Что блин Это круто И если мы еще Из-за этого Умудряемся получать Какую-то денежку Это очень-очень хорошо Это стимулирует Нас Намного больше 200 выпусков Еще и ДТКД И еще периодически Что-то писать И что-то делать Короче Спасибо вам большое Пацаны Но больше всего Как вы знаете Мы хотим поблагодарить Людей Которые нам заносят Больше всех денег И в первую очередь Мы конечно же Хотели поблагодарить 5D Trade Алекс Колов Алексей Кольцов Антон Серебренников Артем Логинов Артур Галиулин Денис Гондаренко Евгений Петрунко Fapeningbook.com Funko Pop Russia.com Коллекционные фигурки В России FXProtrader.ru Григорий Яфа Илья Кузнецов Иван Ткачев Джаггер Меш Маринад Майк Брюханов Мистер Берни Мистер Валери Никита Стрельников Орех Пан Котик Спасибо тебе чувак Большое Это кстати один из наших Чуваков из чата Павел Петлич Павел Стариков Полониум Радамса Кстати тоже там Один из наших Знакомых чуваков Реплей Гейм Кафе В Санкт-Петербурге Блин Кстати мы едем в Питер Можно договориться С чуваками Из Регина Патреон Короче Реплей Гейм Кафе Вот может быть Как раз Типа там Первого-второго числа Можно договориться О встрече Вот Потом Слава Украине Героям слава Люди говорили Типа Тимур Пацаны Ти Юджин Валерия Неборская Владимир Ходоков Владислав Сульянов Вова Стелемощук Юрий Косарихин Зив Алексей Пальников Арсений Вайс Аугментированный апельсин Дмитрий Карабенков Дмитрий Лобаков Женя Тонев Илья Иди в персонок Илья Иди в персонок Михаил Аронов Ромочка Какашкин Сережа Шатальников Ярослав Хориченко Спасибо вам Пацаны Не забывайте Подписываться На наш ютуб Потому что Напомним вам Что мы В общем-то Выходим в онлайне Нас все больше И больше людей Смотрят Прямо пока мы записываемся Очень много людей Смотрят наши Видеоверсии Потому что мы Часто отмачиваем Какую-нибудь Херню Или наоборот Очень грустно Смотрим в камеру Но так или иначе Слушайте нас Подписывайтесь Сами Подписывайте Вашу девушку Бабушку Кота Подписывайтесь На нас в ютубе Если можно Еще и в твиттере Нам чуть-чуть Осталось До 10 тысяч Да Нам бы Поднажать Парни И девчонки А тем временем Если у вас нет Дитра То Да Стоит его завести И подписаться на нас В тем временем Мистер Камышенский На 100 рублей Дима Ты скрипача На крыше видел Если мне не изменять память Именно он считается В Америке Лучшим мюзиклом В истории Я не смотрел Но гляну Мне кажется Мне кажется Он просто старый Сам по себе Нет Он до сих пор Охуенный Я серьезно И кстати Ты можешь Если тебе не нравится Именно мюзикл Ты можешь посмотреть Его экранизацию Где кстати Музыку писал Джон Уильямс Она тоже отличная Ну хорошо Глян Да это круто Да Все Все Да 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 Давай Пацаны Короче Мы с вами прощаемся Спасибо большое Что нас смотрели Подписывайтесь Хуисывайтесь И мы вам были Очень Всем пока Пока Давайте Пока Спасибо ребята Пока